добрый день олегович добрый день друзья добрый день владимир после годового наконец-то да наконец-то меня многие спрашивали за этот год где же одиссея где очередные выпуски и от начала года 22 вам доложить дорогие друзья что мы снова запускаем серию вот и эта серия я думаю вас также не разочарую да эта серия у нас будет посвящена древней персии или персия хименидов мы ее взяли последовательно после александра македонского потому что мы до этого изложили точку зрения скорее европейскую на поход александр македонского а теперь мы попробуем взглянуть на это с другой стороны баррикад посмотрим с точки зрения персии потому что наука историческая персия достаточно молодая то есть еще до 20 века практически до его начала древний персия хименидов было почти ничего не известно если было что-то известно то что то это что-то было как обычно взято либо из библии либо из греческих авторов либо из римских авторов которые в основном упирались на греческих теперь у нас есть довольно большой объем уже научной информации благодаря раскопкам и сопоставление разных источников которое нам дало в этих перекрестиях уже более достоверную информацию о том что это была за империя потому что грекоцентричный взгляд на персию я считаю если неоднозначно вредным то недостаточно может точно если говорить о наших планах как мы будем дальше двигаться то мы сейчас рассмотрим персию после этого мы сделаем шаг назад и вернемся к македонии потому что после того как мы рассмотрели грецию поход македонского и персию мы посмотрим а как македония вообще смогла стать той державой которая породила александра македонского и которая по сути завоевала крупнейший на тот момент империю за этим мы с вами рассмотрим диадохов то есть это то что осталось после александра македонского а когда будем рассматривать македонию мы еще тогда рассмотрим и одно из сражений александра македонского и персов потому что мы с вами уже к тому времени будем знать что такое перцы будем наши такое македоняне будем настолько александр македонский дарий и со товарищей и потом мы их сопоставим на одном поле и посмотрим как исходя из-то информации теперь которая у нас уже есть происходило это битве и почему у нас происходило именно так станет гораздо понятным потом мы с вами посмотрим диадохов следующим выпуском диадохи это остатки империи александр Македонского. Одесса, я утверждаю, что у Александра Македонского никакой империи не было. У Александра Македонского был поход. Империя – это нечто, что существует во времени, как мне кажется. А у Александра Македонского был один поход, который завевал, по сути, одну страну. Я бы тут добавил, Владимир, это вообще очень распространенный случай создания империи. Один из историков античности, у него есть большая глава Древней Персии, это Герк, это современный немецкий историк, вообще сказал, что, например, мы сегодня будем говорить о Кире Великом, у Кира Великого вообще не было никакой программы. Все это создавалось в результате ситуативных ситуаций и обстоятельств. Но точно так же и у Рима не было плана создать империи, как мы знаем. Они просто воевали с соперниками, скажем, пунические войны с финикийцами, ну, пунические войны, и приобрели все Средиземноморье. Но точно так же и у АА Британии не было желания создать большую империю. Они просто защищали свои, значит, главные станции торговые, станции корпораций, компаний. Таких историй есть масса. Все эти программы создаются постфактум, хочется добавить на Дерибасовской. Конечно, более того, и мы знаем, я об этом неоднократно говорил, и идея, собственно, империи к Персам пришла позже, идея Российской империи пришла позже, потому что, когда уже это тело большое было создано, возник вопрос, как все это решать и что с ним делать. И сама идея приходила на протяжении XVIII века, и, в принципе, процесс осмысления, зачем все это надо, закончился к середине XIX века. Поэтому это я по поводу империи. А еще добавлю к тому, что вы сказали. Вот то, что мы сейчас с Владимиром планируем, это, в принципе, можно рассматривать как вехи глобализации мира, как вехи выстраивания, скажем, большого пространства торгового, политического, культурного. Мы говорили о, когда гибели, скажем, кризисе бронзового века, мы как раз говорили, что это такое прото-мировая система. Вот Персы, пожалуй, первая большая система, продуманная с инфраструктурой, с системой управления большими территориями и так далее и тому подобное. Это была первая наднациональная империя с, возьму здесь такой термин, куменической идеей, с идеей объединения всех под одним началом, в рамках одного дома, в рамках одной родины, вне зависимости от нации и религии. Это очень важно. Потому что многие империи потом, они были таковы, что они насаждали свое право, свою религию, свой взгляд на вещи. В этом плане Персы были иными, мы с вами поговорим, в чем именно. Да, сейчас мы перед тем перейти. Я контраст с греками. Посмотрите, для греков понятие чужеземец очень чувствительно. А чужеземец для них – это просто сосед другого города, он уже чужеземец. И гражданство каждого из греческих городов – это четко продуманная эксклюзивная структура. Персы в этом смысле совершенно другое образование, где существует действительно очень много народов. И вот эта включенность, инклюзивность системы, я думаю, одно из новшеств того времени. Поскольку чего-то подобного не было до этого. И греки, и современники вот этих событий, для них это совершенно непонятная структура. И прежде чем еще двинуться дальше, я бы хотел здесь сделать два небольших отступления. Первый – наш взгляд на империю. Само понятие империи, оно, пожалуй, к Персии ахименидов неприменимо. Потому что империя – это римское понятие распределения власти. У персов были скорее земли. Земли, в которых они являются властителями. При этом эти земли могли руководить. То есть средний крестьянин, мы с вами об этом говорили еще, когда говорили о македонском, крестьянин, ремесленник, он мог не заметить сменную власть. То есть сейчас пришли персы, и они руководят. Потом пришел Александр Македонский, он руководит. Войны были не таковы, как войны 20 века, которые, если она проходит, если происходит завоевание, то всем достается, и все понимают, что сейчас сменилась власть, сменилась культура. Тогда это было не так. Тогда это была тонкая паутинка элит, распределенная на очень большие территории. И в основном эта паутинка, в ней была культурно-историческая жизнь. И если там менялись те, кто руководит этими нитями, тот паучок, который сидит в перекресте этих нитей, культура земная, культура на земле, культура деревень, культура городов, она могла этого практически не заметить. Элиты переходили в новую культуру, элиты немножко менялись, и только вслед за этим происходило небольшое проникновение изменений культуры в народ. Я согласен, но вот вы, Владимир, сказали о том, что молодая наука еще, изучающая Персию, но ведь мы в терминах, которые обозначают эти системы, тоже запаздываем. И в литературе современной, например, в немецкоязычной, относительно Персии упоминается термин «райх», персидский «райх». Понятно, что это уже анахронизм, но я думаю, потому что у нас нет термина, который описал бы это. И может быть мы после нашей сегодняшней беседы нащупаем какое-то описание, какое-то важное слово, которое может все это описать. Да, для самих персов это была, повторюсь, персидская земля, на которой распространялось их видение, их власть. Это были четыре уголка мира, они это называли, четыре угла мира. И этот мир мог расширяться, мог сужаться. И для них, по сути, мы когда будем говорить о религии, об этом поговорим подробнее, для них это было распространение порядка. Их порядок, он расходится вокруг хаос, а мы его устанавливаем из хаоса порядок. Да, и совершенно верно. И карательный поход, скажем, при Дарии, ведь и рассматривался как восстановление порядка и справедливости. Вот тоже смещение взгляда. Греки это рассматривали как вторжение. Потом это варварских сил, это уже понималось, да, вторжение Азии в Европу. А для персов это был акт восстановления мировой справедливости, поскольку греки и нарушили эту справедливость. Поэтому эта система, я бы добавил в завершение, это не только расширяющаяся или сужающаяся система четырех концов мира, но она предполагала еще некую идею, идею некого баланса справедливости и порядка. Ну вот мы видим. Да, самое, начинаем с того, чтобы представить вообще древнюю Персию. И сама концепция здесь важна противостояние Востока и Запада. Потому что очень многие потом вслед за греками, вслед за увлечением античной культурой, они подхватывали это противостояние, как противостояние демократического Запада и авторитарного Востока. И многие-многие вслед за греками проделывали этот путь. Будь то Наполеон, который шел на Москву и говорил, это Вавилон, это восточная сатрапия, которую я пришел здесь завоевать и принести культуру. Это вплоть до Гитлера, который называл Сталинград своими фермопилами или фермопилами германской нации и сравнил немцев, если не считал их потомками, то, к минимум, сравнивал со спартанцами, которые должны принести вот этот новый порядок в мир полный хаоса и авторитаризма. Поэтому такое представление о Востоке, как о Востоке сатропическом, о Востоке властном, о Востоке, где царь боготворится, оно еще до сих пор у нас сидит и сидит в нашей культуре. И мы время от времени к этому обращаемся, начиная с крестовых походов и заканчивая сегодняшним противостоянием, которое недавно так позорно, если не закончилось, то, по крайней мере, поставлена такая запятая очень жирная, США и восточного мусульманского мира с Афганистаном. Когда президент Буш вообще обратился к народу и сказал, что мы идем, по сути, в крестовый поход. Его от этого советники потом быстро отговорили от такой концепции, потому что она оскорбительна для жителей Востока и мусульманских стран. Но тем не менее, у нас до сих пор сидит это представление о том, что есть Запад, есть Восток, и Запад должен Восток цивилизовать. Так вот, мы рассмотрим, кто кого еще цивилизовал в те времена, когда эта идея зародилась. Кто был более цивилизованным, те самые греки или наши восточные персы. Так вот, империя Хеменидов, она называется империя Хеменидов, потому что это был клан, правящий, по сути, семейство, как рюрики, и вот так были Ахемениды, которые правили с 550-го до 330-го года до нашей эры. Они сменили собой Нового Вавилон, Мидию, Лидию, Каппадокию. То есть те страны, которые были в то время последователями того самого кризиса, о котором мы с вами говорили, Бронзового века. Оклемавшись от этого кризиса Бронзового века, приходят персы, и державы эти под свое начало берут. Как они будут брать это из державы? Я хочу, чтобы эти цифры, Владимир, которые вы обозначили, 550-330, мы четко еще и персонифицировали. Это Кир и Александр Македонский. То есть вот эта система, она завершается, скажем, с походом Александра Македонского, а начинается с завоеваний Кира Великого. При этом власть была достаточно стабильная. За эти 220 лет, получается, сменилось 12 царей или шахов, или шейхов, даже царями. Мы когда берем наименование, оно уже нас к чему-то ведет, к какому-то пониманию того, что это такое. Царь – это все-таки Цезарь. Да, Цезарь – это Рим, и это опять империя. А там все-таки понятие Цезарь – Италия. Мы говорим о Персии. Мы постоянно описываем Персию до сих пор греческими и римскими терминами. Так уж случилось, что с одной стороны греки и римляне исказили эту историю, но с другой стороны они ее и сохранили, и мы об этом еще скажем. Так вот, за эти 220 лет там сменилось 12 царей. То есть время правления было достаточно большое у каждого отдельного царя, чем тот же Рим похвастаться, пожалуй, не мог, особенно во второй половине своего существования. Вот его протяженность этой империи. Здесь нужно также отказаться от сегодняшнего понимания империи, римского понимания империи, да и даже китайского понимания империи, какой-то земли, ограниченной определенными ливами, стенами, границами и так далее. А персы, они, будучи народом кочевым, и мы об этом еще поговорим, они не нуждались в тех самых стенах, в которых нуждается городская культура психологически, о чем мы с вами, помните, говорили, да, что стены, они не столько защищают от всяких кочевников и внешнего мира, сколько они огораживают наше пространство, в котором нам уютно психологически. Так вот, у персов такой необходимости, похоже, не было. То есть у них не было стен, и мы видим здесь на этой карте, что их империя, она ограничилась какими-то только естественными границами, которые встали перед ним. Это Кавказские горы, это Гималайи справа, это Греция слева, которая во многом была как такое, знаете, гнездо шершней. Для вот этой вот культуры медовых пчел, которые здесь летали, трудились и пытались эту землю расцветить, это были такие шершни, которые к тому же еще жили на очень бедной земле. То есть мы сегодня представляем, о, Греция, мрамор, красота, богатство, вовсе нет. И по сравнению с персами, это были очень бедные страны, у которых коэффициент полезного действия земледелия очень низкий, поэтому даже в принципе можно потратить большие силы, чтобы завоевать их, но зачем? Поэтому после ранних попыток их завоевания персы, они перешли к другой политике, они стали участвовать деньгами. И они просто смотрели, какие там есть внутренние конфликты, и старались поддерживать, часто обе стороны причем. То есть и этим дадим оружие, и этим дадим оружие, этим дадим флот, этим дадим денег, и пускай они там дерутся, чтобы главное на наши западные земли не нападали. Поэтому с точки зрения перса, грек – это взорвавшийся дикий варвар, с которым невозможно договариваться, потому что когда мы к ним посылали своих послов с просьбой поделиться землей и водой, а это была такая формула у персов, они приходили и говорили, поделитесь с нами своей землей и водой. Если этот дележ происходил, то земли входили в состав Персидской империи. Как на это ответили Афиняне, мы помним, они одного гонца, посланника, бросили в колодец, другого в яму и сказали, ты вот там воду ищи, а ты здесь ищи землю. Я бы добавил здесь книгу Томаса Мартина, это совсем новый перевод Оксорского профессора «История Древней Греции». Как все начиналось, для меня это тоже была неожиданность. Дело в том, что в Сарды пришли послы от Афинян, 507 год до н.э. Нужно сказать, что вот эта дата, 550 год, например, когда мы говорим «Кир», это год между двумя попытками демократизировать Афины. Мы об этом говорили в прошлых с вами лекциях. 590 – это реформы Солона, а 507-506 до н.э. – это реформы Клисфена демократические. И вот Афины в то время демократические боялись, скажем, деспотической Спарты. И для того, чтобы заручиться поддержкой, они пришли к персам. Это очень удивительно. Кстати, ломает всю эту схему, поскольку демократы пришли как бы к тоталитарной Азии просить помощи или защиты у тоталитарных соседей Спарты. Хотя между Спартой и персами, казалось бы, больше общего. И вот там и произошел этот эпизод, хорошо описывает историк. Их принял один из сатрап в сардах. И когда они стали просить о помощи для защиты от спартанцев, он спросил, что это за народ, где он обитает. Это сатрап спросил. Для персов Афины были столь незначительны, что этот крупный персидский чиновник даже никогда о них не слышал. Потому что сарда – это вот здесь. Вот я здесь покажу сейчас. Вот здесь Иония, видно, на мою мышку. Но она очень близка от Греции. Это буквально сегодня отъехать на 200 километров – это уже в Греции. Но нет. Да, да. И вот тогда и возникла вот эта формула воды и земли, когда персы сказали, ладно, хорошо, мы будем вашими союзниками, но при этом вы станете нашими, ну как это сказать… Вассалами. Вассалами, да. А афиняне не осознали этот акт, потому что послы самовольно сказали, да, мы согласны и так далее, не пришли. И когда афины поддержали восстание в Ионии в 499 году, и возникло желание персов восстановить справедливость, поскольку для них это была вопиющая несправедливость. Мы этому незначительному народу уделили свое благоволение, да, и стали их союзниками взамен их вассальных отношений, а они стали поддерживать восстание на нашей территории. Вот, собственно, это был повод конфликта греко-персидских потом. После того они еще и с этим восстанием дошли до Сарт, разрушили город и сожгли храмы. Это было серьезное оскорбление. Греки в этом плане себя как культурные люди совершенно не проявляли в отношении к послам, в отношении к чужим богам и так далее. Так вот, еще говоря о Персии, чем примечательна эта держава? Тем, что сюда она включала на тот момент, когда она существовала, что это было более 20-25 миллионов населения, это было 40% мирового населения, то есть, или 20%. Мне трудно сейчас судить. В общем, это была крупнейшая держава в соотношении к мировому населению. Даже у тех же римлян, у них население было больше, у них как раз было 40 миллионов, по-моему, если я правильно помню, 40-50. Но соотношение-то было меньше. По-моему, как раз у них было 40-50 миллионов населения, и это было 20% мирового населения тогдашнего. В то время как у персов это было 20 миллионов, это было 40%. Это удивительно. Мы видим, что Персия – это насаженный на вот этот полумесяц плодородный и расширенный на восток территорию. Собственно, это самая богатая экономическая область мира. Три одних из самых полноводных, один из самых плодородных бассейна рек мира. Это Нил, это Тигр и Ефрат, и это Инд. То есть это вплоть до Инда было, вплоть до Кентукуша, вплоть до Индии. При этом, что интересно, от кого мы знаем о персах? Здесь посмотреть интересно исторически на то, что сохранилось, что не сохранилось. Мы знаем о персах не с востока, а с запада в основном. То есть, несмотря на то, что Персия – это была в основном восточная держава, и ее огромное количество населения жило в Индии, в местах сегодняшнего Афганистана, в местах Средней Азии, тем не менее, с той стороны почти не сохранилось записей о том, как это было. И единственное, что есть с той стороны – это археологический наход, который нам сегодня могут о чем-то рассказать. И поэтому те авторы, которые до нас Персидскую империю донесли, донесли до нас Персов – это, во-первых, Геродот, историк, про который мы уже немало говорили. Это, во-вторых, Ксенофонт, который известен тем, кто увлекается философией, благодаря его диалогам также, которые описывают Сократа. И знаменитые воспоминания о Сократе, мемории. Да. Он, помимо этого, еще и ходил в военный поход, причем под флагами одного персидского царя против другого персидского царя. Вернее, от одного из претендентов на персидский трон. Это был Кир-младший. Не Кир-основатель. Кир уже через несколько поколений. И он сражался на его стороне, на этого самого Кира-младшего, с Артаксерксом Вторым для того, чтобы пытаться узурпировать трон. Они были братьями. Просто один был младший, этот Кир-младший. И у него прав на трон было меньше. Но, тем не менее, он попытался. И там, по сути, в одной битве решилась судьба не только Персии, но и всего мира. Потому что, если бы тогда армия была в основном греческая, эта армия бы победила. И при поддержке персов и нового царя пришла бы в Грецию, возможно, все было бы совсем иначе. И карта Европы была бы иной. Так вот, Ксенофонт. У него два труда, которые нам рассказывают о Персе. Это анабасис. Анабасис – это переход через страну. Мы с вами говорили об Анабасисе Александра. Это вот Анабасис Ксенофонт. Он был первым. И он интересен тем, что после того, как они эту битву проиграли, в которой победил Артаксерс II, они вместо того, чтобы сдаться, они бы рады были, на самом деле, перейти каким-то образом на сторону победителя. Но победителя не пожелал он, когда к нему пришли военачальники. Он пригласил своего начальника в Грецию. Он их казнил. Греки выбрали новых и решили отступить. С Греками всегда так было сложно. Почему у персов во многом не получалось с ними общаться? Потому что ты сегодня приходишь, один дядечка правит. Завтра приходишь, другой дядечка правит. А после завтра приходишь, вообще несколько человек сидят и правят. Как с ними договариваться, непонятно. Демократических, конечно же, я говорю, греках. Потому что как раз со Спартой у персов потом общий язык находился. Такой ксенофонт в двух трудах он рассказал об этом. А на Басис – это про то, как они воевали и отступали потом. И там он рассказывает о устройстве персии. Очень хорошие, яркие моменты есть. И второй его труд – это Киропедия. Киропедия – это по своему строению на основе биографии Кира даны практически руководства тем, как воевать, править и быть хорошим человеком. Потому что там у него Кир абсолютно идеализирован. Поэтому на него нельзя опираться как на однозначный исторический труд в сегодняшнем понимании. Но, тем не менее, там тоже достаточно много интересных фактов. Киропедия сегодня как-то незаслуженно задвинута в уголок. Но вот мы вчера с вами об этом общались, что в свое время это была настольная книга очень многих интеллектуалов и элит. И по этой книге учили хороший, правильный, красивый греческий язык. И многие говорили, что Ксенофонт с Платоном рядом не стоял. Ксенофонт гораздо более интересен. И его Киропедия – это ответ своего рода на государство Платона. О том, как на самом деле должно быть устроено государство. И третий участник – это Ктесий. Ктесий – это придворный врач Артаксерса II. Того самого, который воевал с Киром-младшим. На стороне Кира-младшего был как раз Ксенофонт. Интересен он тем, что он показал с другой стороны, как была та самая битва, проходила. И поэтому битва между Киром-младшим и Артаксерсом II достаточно задокументирована исторически верно. Он написал большой труд, который назывался «Персика». В 23 книгах до нас, к сожалению, дошли только фрагменты. Но там очень много таких анекдотов тоже скорее, чем историй. И поэтому однозначно историческим его труд тоже не является. Хотя на него много опираются в описании персов. Ну и, конечно же, это XX век уже принес нам научный подход к этому всему. И в частности об экономике древней Персии мы знаем по раскопкам, которые нашли в Персеполе, которые Александр Македонский сжег. И благодаря тому, что он сжег, они именно там сохранились. Этаж верхний обвалился, снизу все запеклось, и прекрасно сохранились таблички. Там около 70 тысяч, насколько я помню. Административный архив Персеполя. Это архив, в котором скрупулезно записывалось, сколько в дворец принесено продуктов, сколько из дворца продуктов выдано. Мы об этом еще поговорим, когда будем обсуждать экономику. Да, это речь идет о Дарии, периоде Дарии. Да, я бы еще добавил, конечно, к греческим авторам и раскопкам стоит прибавить еще Библию, Ветхий Завет. Да, безусловно. Где и Кир в очень странном образе дается, и также слово Дарий, Сатрапы и Персидское царство как таковое. Да, первое знакомство, естественно, у европейца, читающего, а читающий европеец после, скажем так, 14-15 века, это было в основном все-таки европеец, читающий Библию, в первую очередь, а во вторую очередь уже какие-то другие книги. То действительно происходило знакомство через Библию. Но тогда эти все наименования, они были безотносительно какой-то исторической привязки. И было непонятно, кто-то кипарфяне, которые куда-то там приходят. Сегодня мы это понимаем, как это на карте выглядит, где они жили и как они взаимодействовали друг с другом. Вот это империя как раз 500-го года, во времена своего расцвета. А как все зарождалось, и о том, кто такие персы, мы с вами сейчас поговорим. Персы сами по себе, или парсы, это народ пачевой и народ арийский. Иран сегодня занимает большую часть того, что раньше было Персии в составе одного государства. И название Иран, оно тоже мы об этом как-то говорили, оно происходит, а Иран от названия арийских племен, которые там бродили долгое время, пока не осели. Да, и Иран-Шар – это арийская страна или страна ариев. И Иран – название, которое появилось только с 1935 года. До этого это называлось Персией. Собственно, название Персии существовало до 30-х годов 20-го века. Да, само название Персии, оно произошло от самоназвания народа. А сам народ, скорее всего, парса называл так лихих, успешных молодцев, воинов таких. То есть это как такие гайдуки или батыр, или рыцарь. В сегодняшнем понимании, вот самый доблестный – это парса. И мы как народ тоже называемся парса. И эти парса, они были кочевниками. И по сравнению с тем бассейном Тигра и Фрата, который там рядышком с ними, они были совсем молодой и дикий народ. То есть там уже города были тысячелетия, а эти все бродили где-то в горах, если мы говорим о южных иранцах, или на больших просторах, если мы говорим о северных иранцах. И это, если мы говорим о кочеве, то здесь очень важно понимать, что персы окончательно от своего кочевого образа жизни не отказались, вплоть до того времени, как у них была империя. У них была империя, но они были все еще кочевниками. И это тоже, от чего греки не очень понимали. Они считали, что раз персы летом уходят от жары куда-то в горы, то значит они изнеженные. Вот не могут жару потерпеть, посмотрите на них, дамочки кисельные. Они их и считали, что персы – это такой народ, с которым связано что-то горячее и влажное. Горячее и влажное – это было оскорбление такое греко, это вот женщины, они горячие и влажные. А мужчины, он может быть холодный и сухой, в понимании медицины той. То есть это вот тело воина, это холодный. Это двойственный образ, потому что у Геродота, например, главная доблесть персов – это мужество. И юношу учили трем. Кстати, Геродот очень интересно классифицирует. Очень смешно. Трем вещам. Это, значит, по-моему, стрельба из лука, верховом езда и что-то там еще связанное с искусством. А, и справедливости, что-то такое. Стрельба из лука, значит, поездка верховым и быть оправдивым. Быть оправдивым, да. Это связано как раз с религией и зороастризма. Мы об этом тоже сейчас с вами еще вернемся. Так вот, о персах. Это народ кочевой, но не в нашем представлении кочевой, когда как бедуины кочуют в горизонтальной плоскости в пространстве. Это народ кочевой вертикально. Потому что кочевье, оно может быть горизонтальным, может быть вертикальным. Горизонтальное кочевье – это когда ты вслед за стадами уходишь с одной местности в другую, с другой в третью и так далее. Это у тебя, может быть, большой круг или перемещение туда-сюда. Ну, в общем, это горизонтальное кочевье по поверхности. И может быть вертикальное кочевье, которое в основном связано не с ездовым сегодня, который ездовой скот или ездовые животные, такие как лошади и блюда, а в основном связано с скотом, с такими как овцы, козы, когда ты с ними кочуешь вверх-вниз. То есть это сегодня на Кавказе еще, я думаю, можно встретить и в Алтае. Я видел документальный фильм, там про это тоже хорошо рассказывается. Когда зимой кочевники спускаются в долины, потому что там теплее, а летом за более сочной травой от жары они уходят наверх. Я тут добавлю интересную вещь. Это важно еще раз акцент поставить. Горизонтальное и вертикальное кочевничество. Еще один важный момент. Вот книга Сира Берри Канлайфа, можно так перевести, не знаю, «10 тысяч лет Евразии». Он здесь описывает Персию. Когда Персия приходит в соприкосновение со степью, возникает креативный обмен, как он пишет, между степью и персами. Поскольку греки со степью не соприкасались. И вот что получают персы от степи, от народов степи? Лошадей. В нашем представлении, в первую очередь, и у Геродота персы – это всадники. Это аристократия конница. Это первые рыцари, по сути. Это, по сути, первые рыцари. Но лошади этих рыцарей, они получены за пределами этой системы, у степных народов. Это показывает уже, насколько взаимодействие, вот этот креативный обмен, я еще раз использую британского историка термин, очень важен, поскольку часть этого имиджа приобретена извне. Это говорит о таланте персов принимать в себя различные достижения, культурные, технологические, других народов. Да, мне кажется, это вообще особенность кочевых народов – очень легко вбирать удачные особенности своих соседей или тех, с кем ты соприкасаешься. То есть не быть зашоренным в этом плане. И это мы потом, когда с вами и если, когда мы будем говорить о Золотой Орде и о монголах, то мы увидим, что это вот именно то, как они живут. Они без всяких проблем вбирали, без всяких предубеждений. Это варварское, это не варварское. Нет, они лучшее забирали себе. В этом плане персы от них не отличались. И персы, вот у них были такие братья-медийцы, более северные, которые как раз жили более оседло. И эти братья-медийцы, они как раз были более степными, у них были лошадь. И если мы будем говорить о том, как образовалась эта самая большая Персия, и о Кире Великом, мы сейчас к нему перейдем, то Кир Великий, он был как раз царем Аншана. Аншан – это вот там, где Персия сейчас. Персия – это народ, а Аншан – это было королевство. И он был сыном медийской принцессы. То есть его отец был королем Аншана, а его мать была принцессой из Мидии. И, соответственно, его дед был медийским царем. И он у него постоянно… Я добавлю еще одну деталь. Дело в том, что для греков перс и медиец были синонимы. Они их практически не различали. Они даже медийцами их называли. Да, ну, иногда, конечно, у Геродота это персы, но, в принципе, для них это синонимы. И еще один момент, тоже очень характерный для становления больших империй, больших систем. Вот то, чем правил Кир, это была периферия этой системы. Фактически он был вначале вассалом вот этой медийской системы. И до того, как он начал свои завоевания, как пишет Герке, в это время, где-то 60 лет, вот в этой большой территории, был так называемый концерт сил или баланс сил между четырьмя главными силами. После того, как была завоевана Осирия, этот баланс сил распространялся между халдеями, это Новой Вавилонии, это Мидия, это Египет. И Лидия, Лидийское царство. И нарушение этого баланса сил, который длился 60 лет, внутри возникающие конфликты, ими и воспользовался Кир. То есть, в принципе, если говорить о системе международного порядка, мы имеем на Ближнем Востоке вот такую систему баланса нескольких сил. Кстати, четырех сил, поэтому Персия и будет потом системой четырех концов мира. Это были четыре главные силы, которые и поглотила Персия благодаря походам Кира и завоеваниям. Да, именно так. И, собственно, тот Кир, которого мы знаем, это Куруш, во-первых, его звали. И здесь, если мы будем говорить о написании этого имени, то греческое написание, оно ближе к оригиналу, чем то, как это имя звучит, скажем, по-английски или по-русски. Потому что по-гречески написано Кюрус, если мы будем писать букву Си-Ц сначала, Кюрус, то у персов он звучал скорее как Куруш. И многие имена, которые мы сегодня употребляем так легко, они звучали немножко иначе, а некоторые очень сильно иначе. И тот же Куруш, который Кир, вместо Дарья, это, например, был Дарья-Вахуш, ну и так далее. То есть Артаксерс – это был Артакшатра. И греки, вот они как могли, передавали это при помощи своего фонетического алфавита. Но как получилось, так получилось. По-русски звучит еще очень часто совсем не так, как даже греки пытались это передать. Так вот, Кир, тот самый, о котором мы будем с вами говорить, это, во-первых, он был Киром вторым, уже он был Киром не первым. Кир первый правил до него, это был его дед. И этот Кир, он действительно был очень талантливый человек, который объединил все эти земли скорее благодаря дипломатии и особому отношению к людям, чем благодаря войне, хотя и войне тоже. Потому что если мы почитаем его жизнеописание, мы увидим, как он очень часто, когда, например, проявлял благородство, которое привлекало к нему людей. То есть к нему попала жена какого-то местного князя, эту жену себе хотел забрать его полководец, он полководца своего осторожно отправил от этой женщины, а женщину вернул тому самому местному князю, чем заслужил его доверие, и этот князь перешел к нему. Это один из вариантов. Или, например, когда он еще, будучи молодым парнем, гостил снова в Мидии у своего деда, там случилось восстание в Армении, когда царь армянский решил отойти от медийцев, не платить им денег, не иметь с ними отношений. И для того, чтобы его не достали, он спрятался в своей горной крепости. А Кир Великий, он со своим отрядом молодых, отважных ребят, пробрался в эту крепость под горным склоном и захватил этого царя. После чего он этого царя спросил армянского, что бы ты сам сделал с таким мятежником? На что царь честно ответил, я бы его казнил. После чего Кирова помиловал, чем заработал его расположение. Вот эти детали, о которых вы говорите, можно обобщить, идти индуктивным методом. И это факт исторический, что Накира поставила элита знать мидий. Она потом в каком-то смысле и поплатилась, но нельзя действительно говорить о завоеваниях. Просто представители элиты вот этой системы решили, что вот этот молодой человек, справедливый, благородный, был бы неплохим лидером. Вот и все. То есть речь идет о том, что какой-то извне завоеватель пришел на какую-то территорию, покорил ее и так далее. Да, именно так. И когда он завоевал Вабилон, например, он воспользовался тоже серьезным политическим кризисом, который там был на тот момент. И пришел, по сути, как посланник Мардука для того, чтобы восстановить порядок. Это мы знаем благодаря цилиндру Кира. Здесь это у меня фотография не просто так. Это я хотел сказать, что еще в XIX веке в Турции мы могли наблюдать такую картину в кафе. Сегодня еще это даже и в Сирии можно было наблюдать. Мы там видим по портретам Башараса до сзади. На нижней картине, что это Сирия. Когда ты приходишь в кафе попить чаю или чайхану, попить кофе, покурить кальян, не выпить, потому что это мусульмане. А очень часто ты мог заказать историю, которую тебе рассказывали. История древних времен, история царств, история героев. И что поразительно, вплоть до начала XX века ты не мог там заказать историю о Кире. Кира не знали. Не знали, что был такой Кир, под эгидой которого потом династия Пахлави пыталась новый Иран создать. Они даже взяли их символику, взяли символику из маздаизма, из Ахура-Мазду поместили себе на герб. Но вот в те времена не знали, кто такой Кир. Кира для Востока сохранил Запад. В первую очередь Библия, во вторую очередь Грекия, в третью очередь исторические изыскания. Я вам здесь позволю себе несколько цитат, чтобы представить. Вот вы описали Кира как справедливого полководца. Я хотел бы сейчас упомянуть Библию в связи с этим. И просто несколько цитат для наших зрителей, поскольку не все на это обращали внимание. Это, конечно, Даниил, пророк. Это пророк Исайя. Это книга Эздры. Я напомню исторический контекст, что когда Кир пришел в Вавилон, он освободил местные народы, не только евреев, а многие местные народы, которые там находились в рабстве. Для Вавилона на того времени для них была естественная практика завоеванные народы сгонять к себе на какое-то строительство, и они у них вот так под гнетом там жили. А Кир, он их освободил. Я сейчас об этом скажу. Например, фигура исторических... Да, фигура исторического Даниила. Это человека, который в юности попал вместе с отечественниками в плен и был уведен в Вавилон, и там стал служителем царя, Навуходоносор. И он пережил завоевание Вавилона Киром и служил Киру. В принципе, это такая фигура, которая объединяет несколько исторических периодов. И произошло... Это, кстати, главная сердцевина создания канона и Торы, и пророков. Эти события. То есть завоевание Вавилоном Иерусалима, разрушение храма и перенесение всех главных святынь храмов в Вавилон и перегон... Значит, депортация евреев в Вавилон и кара со стороны Кира, так думают евреи, сейчас я процитирую этот фрагмент, когда Кир не просто освобождает евреев и позволяет им вернуться на свою землю, но он передает все сокровища храма, а там были, естественно, драгоценные металлы и так далее, передает евреям, чтобы они снова их вернули в храм. Это называется период второго храма. Вот что говорит ророк Исаия. Это в начале 44 глава стихи 24-28. Исаия говорит о словах Бога. Так говорит Господь. Я Господь. Я восстановлю храм и так далее. Я иссушу, который говорит о Кире. То есть Бог говорит о Кире. Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. То есть Бог Израиля говорит Киру вот эти вещи. И начинается 45 глава, вообще потрясающе. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму поясы с чресл царей и так далее, и так далее. Я пойду пред тобою, дабы ты познал, что я Господь, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Чуть ниже. Я, Господь, сделаю все это. Потрясающая вещь. То есть авторы книги пророков считают Кира помазанником Бога, Бога Израиля. И именно Бог Израиля поручает и делегирует свою силу и свое покровительство Киру для завоевания всех этих народов. Мы не находим в Библии, в Ветхом Завете, ни одного позитивного образа другого, нееврейских царей или каких-то личностей, описанных в подобных тонах. И, конечно, здесь смещение, сейчас мы чуть позже будем говорить о зарастризме, определенное смещение понятий. Когда Исаия и Даниил, в том числе, считают, что он верит в единого Бога, Кир, это не совсем так, поскольку современное, скажем, религоведение скорее говорит о хенотеизму персов, то есть Бог над богами. Как был царь царей, мы еще расшифруем этот титул, так был для них Бог над богами. И вот Ахурамазда – это Бог над богами. И, естественно, евреям было легко отождествить этого единого Бога, который, в внимании, сотворил землю, сотворил людей, отождествить с Богом Израилем. Вот это смещение очень важно. И также богоизбранность Кира в глазах авторов Торы и пророков. Ну, явно это взаимообмен идеями с маздоизмом имел место у иудеев. Это случилось, скорее всего, чуть позже, потому что Кира улечить в виде на Божий мы точно никак не можем, исходя из исторических данных, потому что он никогда о Ахурамазде не говорил. Ахурамазда – это уже Дарий ввел маздоизм в общую религию. Сам Кир о себе в этом цилиндре Кира знаменитом говорит, как о том, кого призвал Мардук, для того, чтобы местная элита перестала попирать религиозные правила. И поэтому он пришел восстановить порядок. Почему он был так великодушен к евреям, здесь тоже можно легко объяснить, потому что, если мы будем говорить о 20 или 25 миллионах населения империи, перцев там было никак не больше миллиона, то есть 5% или меньше, 4-5% их было. Естественно, они не могли опираться на грубую силу, как это могли себе позволить какие-то крупные державы. Поэтому они опирались на элиты, с которыми старались поддерживать очень хорошие отношения. Ну, помимо того, что они им руководили, естественно. Но руководили не только кнутом, но и пряником. Поэтому Кир был гениальным политиком, не только завоевателем. Здесь мы видим на карте завоевание Кира, это вот зеленым отмечено. Он завоевал далеко не все земли, которые потом были так или иначе в составе или под управлением, или под влиянием Персии. А мы видим, что эти земли действительно обширны, и включали в себя в том числе побережье Черного моря и Крым. И вслед за Киром его сын Камбис. А сам Кир, кстати, погиб. Тоже довольно легендарная история с этим связана. Хотя она неоднозначно исторически точная, потому что есть разные взгляды на этот счет. Например, тот же самый Ксенофонт. Он говорит о том, что Кир умер в окружении друзей и родных в преклонном возрасте. Но скорее все-таки права та история, которая говорит о том, что Кир погиб, сражаясь с кочевниками как раз-таки степей. Да, с одними из... Массадеты это были. С этим тоже связана такая интересная легенда и история. Про то, что правила этими массадетами некая Тамарис, женщина. То есть это были не просто массадеты. Массадеты – это скифы. А скифы, в свою очередь, или сака, как их называли в тех местах, сака – это огромное количество разного рода племен, объединенных условно общей культурой, которые от степей Азии вплоть до Восточной Европы расселились. Это как раз конец первой книги Геродота, где об этом подробно описывается. Если вкратце, то Кир воевал с массадетами, захватил сына этой самой Тамарис, после чего сын, будучи очень гордым, попросил его освободить. Кир его освободил, и этот сын тут же себя убил. То есть Кир, я могу представить этот культурный шок, когда Кир все-таки был правителем таким, который очень серьезно привык опираться на любовь и почитание местных элит. Если мы скажем о завоевании Анатолия сегодняшнего, то есть Турции территории, то там же был знаменитый царь Крес. А сейчас мы проведем ниточку. Крес – это тот самый царь, с которым встречался Солон, в свою очередь, который уехал после своих реформ в Афинах на десятилетия для того, чтобы его не уличили в том, что он эти реформы проводил ради себя или ради того, чтобы каким-то образом улучшить жизнь своих друзей и товарищей. Это было принято так. В Греции, если ты проводишь серьезные реформы, ты после этого покидаешь только самоостратизм. Да, вот это еще раз, чтобы мы так быстро говорим. Это очень важно. Вот Крес, царство Креса. Крес – это человек, который впервые ввел четко монету. Собственно, это родина монеты и золотой монеты в том числе. Когда мы говорим о завоеваниях Египта, упомянул Владимир Камбис, его сын. Скорее всего, ударение на последнем слоге. И тут еще нужно отметить, что Крес – тоже такой нарицательный образ для греков. Собственно, потом этот образ был замещен персами. Почему прям религиозный образ в своем роде? Потому что когда его должны были казнить, есть такая легенда у греков, что трижды зажигался огонь, и трижды Аполлон этот огонь тушил. Что Крес такой классный парень, что не надо его сжигать. Я просто хочу сказать, что вот этот образ, собственно, он будет очень современным вплоть до опер Вагнера. Только поменяет Крес культурное пространство, нацию и так далее. Разговоры с Салоном очень известны. Еще раз хочу напомнить нашим зрителям, поскольку Салон считался одним из мудрецов. И Крес спрашивал у Салона, в чем счастье, желая получить нужный ответ. Счастье – вот быть таким могущественным и богатым, как ты. А Салон вместо этого стал приводить примеры своих не очень далеко не богатых людей, у которых там все была семья в порядке. То есть обывательщина сплошная. И что Креса, конечно, привело в не очень хорошее расположение духа. Но для греков важно было подчеркнуть, что счастье не в деньгах, счастье не в богатстве, а в простых радостях человеческих и простых добродетелях. Это также говорит о том, что греки того периода, люди достаточно экономического развития, достаточно небольшого. Для них Крес, а потом и Персы будут примером роскоши, дорогих одежд, богатств и прочего-прочего, скажем. Да, еще одним знаменитым лидийским царем был Мидас, если что. Чтобы вы помнили эту легенду о том, к чему он прикасался, превращалось в золото. Это как раз связано с тем самым богатством Лидии. А про Креса еще один штришок. Это знаменитая история о том, как он ходил к Пифии, чтобы выяснить, воевать ли ему как раз с Киром, воевать ли с Кресами. И Пифия ему дала такой пространный ответ, что если ты пойдешь на них походом, то пойдет в Великое Царство. И он радостно, потирая ручки, побежал с походом на Персов. А кстати, еще один штришок, мы здесь с вами проводим паутину. Его советником в некоторых военных делах, когда дело было в Милете, был тот самый наш милецкий философ Фалес. Это были те самые времена. То есть вот здесь у нас, чтобы скрестились исторические ниточки. Да-да, нужно сказать, сейчас мы перейдем, сделаем следующий шаг. Но для тех, кто чуть далек об истории, а подчеркиваю еще раз в контексте, что мы с Владимиром не историки. Мы люди, которые граждане, люди, которые получаем образование по ходу, расширяем свой целостный образ. Ликвидация безграмотности. Ликвидация, да, бьем по безграмотности собственной вначале и помогаем, может быть, еще кому-то. Важно представить для тех, кто, например, слушал мои лекции по античной философии или вообще знает античную философию, историю, что все это распрекрасное становление Великое Персии приходится как раз на первые столетия существования философии. Это VI век до н.э. Собственно, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Пифагорейство – это современники всех этих событий. Потому что, когда это изучаешь, такое ощущение, что все происходит на маленьком пятачке, вот здесь Греции, Сиземное море, и онийца. А дальше там что-то такое страшное происходит, какие-то церберы на цепях бегают, и их на палантинах носят огромные орды рабов каких-то, которые чуть что падают ницей и молятся своему великому царю, как Богу. Такое представление грека среди о том, что это происходит. С другой стороны, давайте поймем персов. Один из моих коллег, которого очень уважаю, недавно упомянул на своей лекции, что не было продолжения Милецкой школы, потому что завоевали вот такие авторитарные люди, не распознав величие философии. Но давайте будем откровенны. Как могли персы увидеть эту философию? Ну, было несколько человек. Они о чем-то там говорили, они о чем-то там даже, возможно, писали. Ну, во-первых, они общались очень узким миром. С точки зрения политической, экономической и культурной они не представляли, ну, собственно, никакого интереса и влияния на окружающие территории. Ну, вот Фалес попал в советники. Вот здесь он как бы вспыхнул, и, как мы видим, не совсем удачно, возможно. Но нужно понимать явление. Нам сегодня, мы понимаем, что из философии родилась наука, собственно, и родился Запад. Родился Запад, можно так сказать. Но тогда это не было заметно. Тогда это были невидимые, точечные какие-то события, в том числе ментальные события, которые незаметны для современников. В то время как движение народов, и такие люди, как Крес, Кир и прочие были на виду. Это были вершители тогда мировой системы, создатели. Да, безусловно. Если мы еще раз посмотрим и вернемся к карте, то мы видим, что Кир завоевал и объединил то, что сейчас здесь зеленым показано. Его сын Камбис, или, чтобы быть точным, по-персидски Камбуджия, он присоединил Египет, хотя сам Кир мечтал наверняка о Египте, потому что у нас здесь, смотрите, единственное изображение Кира на стеле в Персеполе. Если мы посмотрим, это очень показательно. Если это Кир, конечно же, потому что кто-то из ученых говорит, что это вообще Македонский тут изображен, или еще кто-то. Но суть в том, что, посмотрите, что мы здесь видим. Мы видим фигуру царя. Это вообще-то перс, как мы помним, то есть король Аншана бывший, еще не называвший себя царем царя, и он был королем Аншана и величался королем Аншана, или царем Аншана, как и его сын Камбис, тоже величался для царя Аншана, еще не король королей. Это Дарья, мы к нему сейчас подойдем. Так вот, обратите внимание, одеяние иломитское на нем, корона египетская, а крылья вот эти, вот эта традиция месопотамская. То есть мы видим здесь уже какое смешение, какой замес. Почему египетская корона? Потому что считалась древняя страна, который любой уважающий себя посланник Божий на земле, если он должен объединить страны, то уж Египет точно должен войти. Это скорее такое выражение, что, смотрите, я такой же великий, как великие египетские цари, хотя еще не являюсь царем Египет. Я предложу небольшое упражнение для наших зрителей, пройтись, например, по музею Берлицкому, или там, не знаю, Венскому, или еще каким-то музеем. Пергамон, да, здесь хорошее очень. Пергамон, например, да, или даже небольшая часть музея в Константинополе, в Стамбуле, или в Лондоне, или в Париже, и пройдите от египетских через Месопотамию залы, да, ассирийская культура, и вы увидите, что это такая поздняя, вот это постмодернизм, можно сказать, это яркое проявление постмодернизма, игра на символах предыдущих великих эпох. Да, такая узурпация символов для того, чтобы быть великим для всех. Во всех отношениях. Во всех отношениях, да. Вот это то, что говорим мы о Кире. Камбис завоевал Египет, или Камбис, его сын. Возвращаясь из Египта, он заболел и умер. При этом дальше история достаточно темная, чтобы вы не думали, что там все было так радужно, все были такие справедливые и так далее. То, как Дарий получил власть, Дарий не был прямым потомком Кира. Кира, хотя это один из самых знаменитых царей Персии, но тем не менее прямым потомком Кира он не был. Как он сам потом заявил и показал на барельефах, которые выбил на стенах, он является родственником его. Что у них колено сходится исторически, и как раз они сходятся к их общему предку Ахимену, к Ахаманишу. И что, мол, все мы одного рода племени, все мы Ахимены, и так, поэтому Ахимениды, это как раз та самая династия, как рюрики были на Руси. Так вот там вот Ахимены, которые правили как раз и закончились на Дарьи Третьем, которого убили свои собственные подданные, когда он убегал от Александра в попытке создать новый войск. Так вот, о Камбисе. Как Дарий стал вообще царем? Это очень интересная история. Для того человека она выглядела вполне правдоподобно, я думаю. Но для нас сегодня она выглядит несколько подозрительно. Так вот, в чем ее суть? Ее суть в том, что Дарий описал на этой самой фреске, на фреске на барельефе, что вслед за Камбисом должен был вообще-то править его брат Смердис. Но вскрылось, что за этого брата Смердиса уже многие месяцы, в том числе и близким своим родственникам и знакомым, выдает в себя некий узурпатор маг Гаумата. Причем он в своей магии околдовывает всех так, чтобы его считали Смердисом. Самого Смердиса, как известно, это я уже так перефразирую Дария, самого Смердиса, как известно, убил еще сам Камбис, когда они там были в ссоре, когда ему доложили о том, что он готовит восстание. И сильно есть записи, что некий Смердис он правил, по-моему, 5 месяцев, что ли. Так вот, Дарий утверждает, что это вовсе не Смердис, а маг, который выдал себя за Смердиса, и поэтому сам Дарий, собрав семерых человек из знатных семей, поспешил в дворец, где тогда он обитал, этот самый Камбис, он же Гаумата. И они его там убили, благополучно. После чего решили, пусть Ахурамазда теперь выберет из нас более достойного, мы поскачем в степь, в поле, и на этом поле, пусть солнце, когда взойдет, чья первая лошадь заржет, тому, значит, Ахурамазда и передает власть. И первый заржала лошадь Дариус. Как вы считаете, Андрей Леонидович, можно верить такой истории или нет? Во-первых, здесь акцент падает на лошадь, которая, в принципе, все это определяет. Очевидно, ее божественная сила какая-то обуяла. Во-первых, эта история правдоподобна и до сих пор. Почему нет? Если мы играем в азартную игру и решаем через какую-то милость судьбы или какой-то жребий, почему нет? Это фактически... Я имею в виду, скорее, правдоподобие того, что маг скрывался под личиной. По поводу магов, я просто добавил бы, вот когда мы говорим о магах, мы говорим, что четыре конца мира, Персии, халдей. Халдей – это, собственно, ново-вавилонское, скажем, царство было. Что здесь интересно? Дело в том, что до сих пор непонятно, как вот эта категория людей, собственно, маги с их функциями, взаимодействовала потом с зароастризмом. А они взаимодействовали в этой системе. И интересно, что Даниил, например, пророк, он, собственно, исполнял роль такого мага при дворе Навуходоносора, а потом уже и Кира. Толкователь снов, предсказания, собственно, прогностика. Это ученые. И вот три таких мага пришли с Анатолия, Анатолий Восток, чтобы увидеть царя Иудейского, который сказала им звезда, которая взошла, да, звезда на Востоке. Мы видим здесь от Кира, у Иса и Даниила до рождения Христа в Бифлееме при императоре Августе вот этот след нашей цивилизации, которую мы пытаемся прописать. Еще раз просто обращаю внимание на вот эти должности магов. Вы знаете, что по-гречески и по-латыни пришли маги с Востока. Маг – это духовный советник, толкователь снов, толкователь знаков и так далее. При этом, наверное, должен был быть какой-то однозначно одной религией. Это не был жрец именно данной религии. Это у ламитов могла быть одна сторона, одни боги, в то время как у персов, безусловно, уже в поздние, после Дария времена эти маги, они были, безусловно, связаны… А нужно понимать, что это протонаука. Да. Понимаете? И здесь я хочу предостеречь наших зрителей для того, чтобы понимать, это просто какие-то сплетни темных, малообразованных людей. Те, кто читал историю науки, например, знают, да, и понимают, что Вавилон – это родина, собственно, астрономии, да, части математики. И вот эти так называемые маги в своих предсказаниях, в своей прогностике не просто опирались на, не знаю, на что-то придуманное, да, они основывали это на изучении естественных явлений. Это была часть их, собственно, деятельности. Это во многих культурах, может быть, мы с вами как-то сделаем отвлеченную беседу о влиянии такого рода мистицизма на политику и историю. У тех же самых греков и у римлян, но это особенно заметно, например, были толкователи полета птиц. Если ты хотел выяснить, что тебе делать дальше, ты выходил на башню специальную смотровую и смотрел, как птицы себя ведут. Полеты птиц – другая категория, внутренности птиц и так далее. Это все была протонаука, действительно. Если мы посмотрим на то, как медицина начиналась и какой она была еще вплоть до 19 века, мы увидим, что там от науки тоже не очень много. Лекарства два, да, пустить кровь. Давайте вернемся к вашей истории теперь уже со словом наука. То есть некий ученый выдал себя за аватар или, скажем, ну не знаю, цифровую копию. Последние катроны. Да, и так далее. И тогда эта история будет вполне современной и хорошо пойдет в комиксах, фильмах, фэнтези и так далее. Да, ну вот по тем временам это была достоверная достаточно история. Ее нам описывает как раз Ктесий подробно. Но так Дарий пришел к власти. Дарий, мы видим здесь вот то, что красным добавлено, это то, что добавлено при Дарии. Это те границы, за которые потом уже Персия не выходила. В общем, здесь границы, когда я говорю, это опять-таки очень условно. Это не были границы, не были столбики. Это были зоны влияния и воссалаш некоторые. Когда мы видим, как Дарий здесь попытался вторгнуться в Грецию, это был первый поход самый персов на греков. Как раз тогда случился марафон и проигрыш в марафоне, под марафоном. Здесь мы видим, что Дарий, проходя через Македонию, тогда взял Македонию под свое крыло, а Македонии в тот момент правил правитель, которого звали Александр. Это был Александр I и Дарий I. Македония тогда была ничем не примечательной местностью с достаточно диким населением, в который персы решили вложиться для того, чтобы создать форпост на подступах к Греции. Как сегодня говорят, имели геополитический интерес на территории. Абсолютно точно. Они стали вкладываться и культурно, и денежно в Македонию. И потом, когда мы будем сравнивать, и когда мы сравнивали греков с македонцами, то мы видим, что культура македонцев с этими их перами, с многоженством, с почитанием знати, это во многом персы и их влияние. Это была такая околоперсидская культура, не то, чтобы была варварская культура, это были персы. Дарий там же пытался воевать с местными кочевниками, но у него это не получилось вдоль побережья Черного моря, потому что с кочевниками сложно воевать. Ты их хочешь ударить, они отходят. Хочешь ударить, они опять отходят. У тебя армия, которую нужно кормить. Если мы возьмем армию, как она выглядела у персов и греков, например, в тот момент, когда битва при марафоне произошла, что такое солдаты-греки, гоплиты? Это люди, которые на свои деньги купили себе снаряжение, сами с собой, жена им собрала кушать, они взяли это в мешочки, понесли, и вот они такими группами пришли на войну, повоевали и пошли домой. В то время как, если бы сегодняшний вояка был, какой-нибудь военный был в этот момент при той битве и пытался разобраться в том, как организованы та и другая армия, он себя гораздо лучше почувствовал в армии персов, потому что у персов было поделено все на десятки, сотни тысячи, было четкое подчинение, был обоз, который подвозил им еду, то есть война войной, а кофе по расписанию в окопах. Конечно, никаких окопов-то не было, это так образ. И в общем организация, логистика была налажена, в этом плане персы были очень прекрасными логистами, но как мы видим, все-таки на этой местности не очень хорошими военными. Их всегда подводила разношерстность их войска, но об этом мы еще поговорим, сейчас не хочется слишком в это углубляться, это просто поймите, что это не значило слабость персов, что они проигрывали грекам, это была особенность своего рода, это была очень хорошая логистическая компания, вообще все эти персы, но не очень хорошая военная, и у этого есть свои причины, о которых мы поговорим позже. Так вот, здесь мы видим, что у Дария, Дарий закрепился в этих границах, и в общем при Дарии возникла империя, та самая, о которой мы говорим, он закрепил, во-первых, он закрепил религию, у них стало после этого маздоизм, то есть это не зороастризм, как мы сегодня его понимаем, а скорее одна из его очень ранних форм, почитание Ахура Мазды, при том, что Ахура Мазда скорее не считался единым богом, он считался таким собирателем и руководителем над богами. Дарий ввел монеты, это так называемые дарики, золотые, и серебряные сигели, которые мы до сих пор сегодня знаем, как шекели, например. Дарий закрепил организацию политическую, то есть Дарий был на самом деле хоть и не прямым потомком Кира, не был его прямым потомком, он являлся одним из создателей империи и, пожалуй, в виде именно империи он был первым царем царей. Я хочу подчеркнуть, сейчас мы детализируем, но чтобы возник общий образ. Недооцененная почему Персия? Здесь нужно обратить внимание, что Персия это ноу-хау целой системы, без которой мы вообще не можем представить себе сегодня цивилизацию. Давайте вот так по пунктам попытаемся это обобщить. Во-первых, это фискальная, финансовая система. Вот видите, монеты, чеканка, но это пошло от Лидии, но было усилено на этой громадной территории. Финансы. Это налоги, поскольку 20 сатрапий, вся территория поделена, мы об этом еще скажем, 20 сатрапий, каждая из них имела свою долю налогов в общую казну. То есть это налоги. Это то, что, кстати, переняли греки, когда мы с вами говорили о Деловском союзе. Деловский союз, по сути, это было образование, копирующее долг, устроено у Персов. Все в него входящие имеют большой уровень свободы, но при этом должны платить или деньгами, или войсками, или кораблями. Совершенно верно. Вот. Итак, и точно так же у Персов, да. Итак, финансовая система, налоги, логистика. Причем логистика – это постройка имперских дорог, это дороги и военные, и торговые. То есть потом то, что будет основанием Рима. Персы строят дороги, по которым двигаются войска и торговцы. Собственно, это выстраивание в будущем и шелкового пути, и главных торговых путей Евразии. Здесь это помните, здесь я сделаю отступление, когда монголы создавали свою империю, у них же была такая благородная мечта, чтобы невинная девушка с золотым блюдом, выйдя из дома, могла пройти несколько тысяч километров до точки, куда ей нужно, не потеряв ни блюда, ни невинность. Ну вот. У Персов как раз была примерно такая же задача. Фактически, исламский мир, который будет потом миром и благоволившим торговля, он надстраивается над Персией. Римский мир и римская империя надстраивается над персидской инфраструктурой. Это дороги торговые и военные. На Востоке. Административная, я уже сказал, аспект, 20 сатратий и управление их, и подчинение единому, скажем, царю-царей. Еще один момент. Это каналы, система орошения и каналы, переброска рек и сады. Мы об этом подробнее скажем. Я хочу просто представить сейчас в едином фокусе, что это работа ума человеческого, создание такой большой системы. Система возникла при Ксерксе и на Даре сразу двойная нагрузка ложится. Он подводит под это идеологический фундамент. фактически он создает миф об какой-то единой истории и миссии этой системы. И при Даре и складывается вся вот эта инфраструктура, логистика и понимание власти как таковой. Ее преемственность, ее задачи, ее главных целей. Мы об этом еще поговорим чуть-чуть. Здесь хотелось бы о Кире говоря, мы тут же вспоминаем его первый город Пасаргады. Это первая попытка создать нечто, куда придя из любых земель, человек бы понимал, что тот, кто им правит, правит не зря. Это была первая концепция сада. Причем сад достаточно пустынной местности, к которой были подведены каналы, были созданы бассейны, был создан первый такой дворец приемов, это назывался Ападана или Ападана. Это Ападана это то, что будет потом у персов везде. Дворец приемов обычно с очень высокой колоннадой, куда ты входя туда, ты попадаешь в какое-то другое измерение совершенно. И тут, кстати, я бы хотел еще вспомнить Кире, что мое первое знакомство с Киром на самом деле произошло лет 13. При этом оно произошло через фантастический рассказ. Я-то запомнил, что это был Кир. И суть этого рассказа была какая-то полиция, которая исправляла нарушения во времени. И они полетели назад, чтобы узнать, чего там творится такое странное на Ближнем Востоке. Какой-то пришел странный человек, который мыслит совершенно не так, как все остальные, объединяет целые народы, создает какие-то дороги и так далее. И это был тот самый Кир. И оказалось, что он путешественник во времени, который туда вернулся из будущего и с видением из будущего создавал эту империю. Это действительно так. Может, там кто-то подскажет потом в комментариях, что это за... Да, да, я еще не помню, как назывался рассказ, но те, кто любили фантастику, они наверняка помнят эти издания, такие бумажные, стали выходить в сборнике конец 70-х, начало 90-х. Бумажные сборники, фантастики, запад. Вот там вот в одном из сборников это было. Тогда это меня удивило, что действительно, было ли так на самом деле. Тогда заранило меня некоторое любопытство, и теперь вот я к этому снова вернулся. Кир действительно был, как будто бы, не из того времени. Это была совершенно новая концепция. Этот сад, Парадайсо, он назывался по-персидски, то, что потом вошло в латынь как парадис, то есть это рай, по сути, райский сад. И это была концепция, которую в дальнейшем последовательно все персидские цари продвигали. Они считали, что весь мир это хаос, вслед за Хурамаздой. То есть мир это хаос. Здесь есть только две стороны. Правильная сторона наша и сторона хаоса, где все остальные. Если ты присоединяешься к нам, ты переходишь на правильную сторону, ты получаешь сразу все преференции с этим связанные. Что такое правильная сторона? Правильная сторона это сторона порядка. Вот посмотрите, мы сделали квадратный сад в этом мире, где нет ни одной прямой линии. Мы сделали здесь цветущие сады, там, где растет только лишайник. И мы сделаем то же самое с вашей страной. Какова была идея? Я напомню только два момента, две черты. Первое, что когда мы говорили о Месопотамии, мы помним, что когда возникали города, метафора рая это город. Вот перцы поменяли метафору, стала метафора сад. И второе, кто помнит мою лекцию о дисциплинарном обществе и влиянии стоицизма, помнит, что для раннего модерна, а потом из 17-18 веков, было очень важно идеи садов как идеи порядка противостоящего хаоса. Упорядочивание жизни, дисциплины выливалось в образы сада. Мы сейчас имеем вот эти прекрасные сады 17-18 века. Как воплощение... Это наследники, да, той самой идеи садов, потому что перцы везде, где бы ни были, они создавали хоть небольшой но этот садик. И зал приемов этот самый опадан или опадан. Да, здесь сама концепция столицы, мы бы сегодня ее не узнали, потому что для нас что такое столица? В столице ты приходишь, огромное количество зданий, жилых, политических каких-то строений и так далее. Для персов столица это всегда был сад, вот такой вот, вокруг которого не было города. Если туда кто-то приходил, они ставили палатку. То есть, это был сад, по центру дворец, и вокруг этого сада были палатки на тех или иных более или менее долговременных основаниях, то есть, на фундаменте каком-то. Вот это была столица. Это начиналось еще с Пасаргады. В Пасаргаде, кстати, Кира и похоронили. Вот так вот выглядела тогда его гробница. Вероятно, это условно, естественно, здесь точных данных не сохранилось. Это сзади, мы можем видеть герб их династии. Это сокол, у которого два, не знаю, солнца, наверное, в лапах и одно над головой. И так это выглядит сейчас. Это одно из мест паломничества сегодня в Иране. Там каждый год есть специальный праздник, когда собирается огромное количество народа. И в целом сегодня иранцы считают себя последователями Кира, что, конечно же, немного у них изменилось с 70-х годов, когда к власти пришел Аятала Хаммени, и государство очень серьезно совершило разворот в сторону мусульманства и отказ от этих самых корней своих домусульманских. Хотя до этого династия Пахлаипа, они назывались, они делали серьезную ставку на это. Помимо Кира, нам нужно знать еще нескольких царей, которые оставили свои заметности. Это, во-первых, Дарий Великий. О нем мы только что говорили. Тот, кто создал, по сути, империю на завоеваниях Кира. При которых начались греко-персидские войны. Это Ксеркс I. Ксеркс I уже не имел никаких проблем с происхождением, потому что Дарий в числе многих своих жен, одной из его главных жен была дочь Кира Великого. Поэтому Ксеркс, несмотря на то, что он не был старшим сыном, он был прямым последником уже от Кира и в дальнейшем с династией здесь вопросов не возникало. Ксеркс для персов в общем неудачно это завершилось. Ксеркс оказался, как и многие персы, гениальным логистом. Построил понтонные переправы через Хелеспонд, то есть с одного берега на другой месте, маленькой заброшенной деревушке, недалеко такая была, грязь, пыль и больше ничего. Византиум называлась эта деревушка, Византиум, которая в дальнейшем еще в это имя наверняка вам сейчас очень хорошо известно, Византия в честь этого будет называться. Так вот, он организовал гениальную логистику, подтянул тысячи и тысячи войск, но при этом не смог победить опять тех самых греков, проклятых для персов. И несмотря на то, что сжег Афины, вернулся ни с чем. При этом, тем не менее, с точки зрения персов греки были наказаны, безусловно, их город был сожжен. То, что греки превозносят как свою великую победу, для персов великим поражением не являлось. Особо аналы их исторически не сохранили записей об этих поражениях. Впрочем, здесь мы должны будем говорить о том, что такая наука, как история, она в принципе может существовать только при демократии, при определенном уровне гласности и записывании не только побед, но и поражений. В этом это отличается от авторитаризма, и мы сегодня прекрасно видим, что авторитаризм, он склонен записывать только свои победы. Потому что авторитаризм, он склонен к длительным формам. Эти длительные формы опираются на прошлое, и в прошлом, если ты будешь критиковать своих предшественников, таким образом ты как бы критикуешь свои притязания на власть. И поэтому при авторитаризме записываются скорее победы, и на них идет опора. Поражения не записываются, вымарываются, их все забывают. Это минус в том плане, что все-таки обучение, оно происходит не только на запоминании хорошего, но и на том, чтобы учиться на плохом. В этом плане демократия, она надолго оказалась более способной к тому, чтобы создать науку, чтобы создать общество внутренних сдержек и противовесов. Минус этого очевидный в том, что демократия не способна породить больших культурных форм. здесь меня сейчас могут многие закидать тапками, шапками, чем-то в вашей стране принято закидывать, если бы мы на востоке тапками кидались, если на западе может быть помидорами, но тем не менее. Я бы сказал так, тут очень, одна из интересных таких, интересных мифов Владимир предложили, я могу соглашаться, потому что он красивый, а красота всегда знак убедительности. Красиво значит правильно. Я только добавил бы, во-первых, то, что мы с вами это не раз обсуждали, что демократия была бранным словом вплоть до начала 19 века, поскольку и античные авторы Платон, Аристотель, другие, отцы церкви, вплоть до раннего модерна, они учились на античных образцах, и там демократия представлялась не очень привлекательной формой правления. Второй момент, демократия того времени ничего, собственно, и не создавала, поскольку вы сами неоднократно повторяли, что Афины... Я прокричу, а как же Афины? Как же Афины? Афины были восстановлены в принципе при авторитарном лидере. Ну что, какой-то... Афинской империи даже можно так сказать. Какой-то, не знаю, один там, как бы, очень похоже на какой-то Сингапур, да, или может быть мини-Китай и так далее. Это Перикл, да, и причем на деньги, которые были получены у вассалов, да, фактически появились деньги, это возникла империя. Афины демократические стали империей, возглавляемой авторитарным лидером, который, пользуясь имперскими привилегиями, Афин построил всю эту красоту, которую мы до сих пор знаем. С острова Делос в Афине, тут-то им вдруг внезапно все и начало расти и развиваться. Да, вот это вот все, все, что мы лицезреем, да, и в последующих периодах уже демократия, она описана прекрасно, что у Фукидида в уста Перикла вкладывается она как магическое слово. Мы демократы, поэтому побеждаем недемократические системы. И вот эта идея сегодня используется очень ярко. Но нужно понимать, что демократия по тому времени эпизодически небольшие периоды истории даже города Афины. Да, демократическая реформа Клисфена 506-57 до нашей эры, да, участие горожан в управлении и самоуправлении. Я всегда это подчеркивал. И подчеркивал важность возникновения философии как искусство спора, убеждения, открытости дискуссий. Но при этом Платона и Аристотеля никак демократами не назовешь. Даже Сократа особо не назовешь демократ. А ну, Сократ был приговорен к смерти демократами, мы это прекрасно знаем. Поэтому все-таки, хотя само название и сама идея демократии еще и рабовладельческая, не будем забывать, да, тогда, прекрасно, но это эпизоды, которые исчезли и не существовали вплоть до, можно сказать, 20 века. Я сейчас скажу. Это миф. Этот миф продуктивен, миф, который многое может объяснить, но он не совсем реальность, скажем так. Я считал, нехорошую вещь скажу, но в Персидской империи рабов, похоже, было меньше, чем в Афинах. Ну, в процентном соотношении. Вот так начинаешь копать, и Адия вдруг становится Европой, Европа становится... Потому что, да, действительно, там были, особенно в плодородном полумесяце, были уже достаточно разработаны механизмы агрокультурные таким образом, что рабский труд, он просто был неэффективен во многом. Как в сегодняшнем мире, мы понимаем, что рабский труд, он имеет очень слабый КПД, поэтому, когда мы, например, раньше считали, что рабы построили египетские пирамиды, то, посчитав сегодня всю экономику, мы понимаем, что это гораздо дороже, чем, во-первых, нанять работников, во-вторых, развить идеологию или проразвитые идеологии работник даже небольшую плату готов тебе отстроить все, что нужно. И как, в общем, было и в Персии. В Персии, если мы посмотрим, как строились столицы, Дарий, кстати, он еще знаменит тем, что он построил знаменитый Персеполь, он перевел столицу, это не очень далеко от Пасаргана, но тем не менее, Персеполь – это столица, построенная скульпторами и воятелями со всей империи, в частности, в архивах, фортификационные архивы, эти самые фортификационные, они называются, мы о котором говорили в Персеполе, потому что они найдены под башней укреплений, фортификации, поэтому фортификационные архивы. Там содержатся записи на многих языках. Интересно, что там на обычной табличке как клинопись есть, так, например, и на армейском языке написано кистью уже, на табличке написано кистью, потому что на армейском не писали линописью, а Арамейский, если мы должны обратить внимание, и его многочисленные наречия, это был лингва франка этого региона. Нужно подчеркнуть вообще персидской системы. Общего общения. И когда мы будем говорить о Ближнем Востоке вплоть до римлян, Арамейский все еще занимал очень серьезные позиции, в дальнейшем конкурируя с греческим, который там появился после Александра Македонского. И если мы вернемся опять к Священному Писанию, к Библии, то Иисус внезапно почему-то говорил не на иудейском языке, а на арамейском. Не на иврите. Не на иврите, а на арамейском языке, то есть на одном из наречий арамейского языка. Вполне себе на имперском языке он говорил. Кстати, иудеи, они до последнего момента были очень преданными гражданами Персидской империи, потому что они при ней очень много получили. Действительно так. Так вот, то есть мы видим, что рабский труд, он использовался в гораздо меньшей степени, чем в Греции, был скорее такой наемный труд и труд, где тебя просто снабжали всем необходимым. Это называлось слуга, служить. Так что в целом у персов и в этом плане они как-то демократическую Грецию, пожалуй, переплюнули. Помимо этого, если мы будем говорить о правах женщин, то у греков все с этим было очень печально, особенно в Афинах. Там женщина не могла владеть собственностью, не могла участвовать в политической жизни, ну и так далее, и так далее. Сидела дома Kinderkuchenkirchen, что называется, в немецкий концепт. В то время как у персов, мы здесь тоже видим, здесь еще раз стоит упомянуть, что Персия – это неоднородная держава. Персия очень разная. И какие-нибудь там племена, у которых был жесткий патриархат, естественно, таковыми оставались. И при приходе персов никто там, рабы не освобождались, женщинам не наделялись правами. Как это хотели было вдруг считать, когда только начали изучать переводы той самой кировской, как называется, цилиндр Кира, многие переводы говорят о том, что это, смотрите, первый демократ, он освобождает народы, чуть ли не отменяет рабство и так далее. Но это было не так. Это был частный случай для этого места – освободить народ. Если где-то эти народы благополучно существовали и так, это с элитами мог договориться, это было таким образом. То есть Персия в этом плане не была однородной. Но у самих персов права женщин, похоже, были в лучшем положении даже, чем у греков. И, как я уже говорил, рабов было меньше. У греков было такое обвинение персам, что у вас весь народ рабы. То есть все подданные Персидской империи, они все рабы государя. Потому что, знаете, как они планяются, тот самый проскинезис, как это по-русски проскинезис, проскинез, наверное, называется. Это то традиция, когда ты приходишь к вышестоящей власти, особенно к царю, становишься на колени, а потом ложишься на живот вообще. Это то, что Александру очень понравилось. Он хотел бы это обратно ввести, но как-то его военачальники не очень поддержали. Но это тоже, это просто ритуал. Это не значит, что каждый из подданных империи – это личный раб царя. Нет, так не было. Так вот, возвращаясь к царям или к шейхам или шахам, потому что они звучали, их наименование звучало как шаха звучало, чем как цель. Ксеркс I мы о нем уже поговорили. Дарий III примечательен в основном только тем, что при нем империя развалилась. При этом это интересно здесь историческая параллель, историческая рифма такая получается, что Дарий I пришел и сделал Александра своим вассалом и завоевал его Александра I. А Александр III, чей пра-пра-пра-пра-пра, я не уверен, что правильно количество пра произнес, дед покорился Дарию, пришел и победил Дария III. При этом Дарий III, как и Дарий I, тоже не являлся прямым потомком Кира, не являлся вот этой самой продолжением линии. Там у них были серьезные дворцовые интриги, в ходе которого два из преемников были отравлены. В общем, не осталось никого, кто бы мог претендовать. И Дария III выдвинули элиты для того, чтобы он возглавил государство. Но, как мы видим, не удержал власть. Еще, если говорить о царях, то, пожалуй, вы, если будете изучать историю, в Персии вы же столкнетесь с Абтаксерсом II, скорее всего, потому что при нем как раз воевал Ксенофонд и победил этот Абтаксерс II Кира Младш. Теперь нам понятнее станет, почему у персов была не одна столица, а целых пять. Это сегодня удивительная концепция. И она была удивительной грекам. Греки считали, что это все от избытка. У них вот столько всего, столько золота, столько рабов, столько еды, что в один дворец все не влезло, они пять построили там. И поэтому Александр Македонский приходил. А что, столица уже? Да, столица, конечно. А это тоже столица. А где настоящая-то столица? И поэтому, когда до Персеполи дошел, радостный, что это последняя столица, уже на радостях ее и сжег. Ну, там тоже мутная история. Это все, кто ему посоветовал. То ли все были пьяны, как Факир был пьян, фокус не удался. То ли ему там какая-то СГТР сказала, тоже возлежа, давай все спали. Он сказал, а давай. То ли там само все загорелось, как у Толстого, да, город брошенный своими жителями, рано или поздно загорится, а вовсе никакие французы не виноваты. Кто его знает, неизвестно. Так вот, первая самая столица, давайте их считать. Первая самая столица была Пасаргады. Это столица Кира. Вторая столица – это столица, которую создал Дарий. Это Персеполь или Парса. Там был тоже дворец. Это совсем рядом на карте. Там, по-моему, 120 километров как-то так. Третья столица – это столица Эламитов, которых завоевал еще Кир. Это Суса или Сузы. Четвертая столица – это Экбатана или Экбатаны, по-разному может звучать. Это Медийцы. И, наконец, пятая столица – это Вавилон. Собственно, старое, как вот Рим был таким символическим местом. Как происходило правление из пяти столиц. Дело в том, что персы никогда не отказывались от кочевого образа жизни. Царский дворец – это мог быть дворец на ходу. Это был огромный караван, как бронепоезд такой, который идет из точки А в точку Б. В частности, Сузы – это было очень хорошее место. Но летом говорили так, что когда ящерица пытается приближать через дорогу, она на половине дороги погибает от солнечного удара. То есть там было очень жарко. Поэтому Сузы – это была зимняя столица. Летом, скорее всего, это была Экбатана или Персеполь. Персеполь, как мы видим, южнее, но он в горах. Кстати, там же где-то недалеко от Персеполя находится город с известным всем названием. Андрей Олегович, вы сейчас точно его узнаете. Это название Ширас. Ничего не напоминает? Но это вино. Вино, да. Это родина вина. Ширас – это… Персия – это родина вина. Или Сира, если по-французски. Персия – это родина вина. Если мы будем говорить, что пили персы, они были винной нацией или пивной? Когда Европа делится на пивную и винную, то это было неоднородно. В то время как Иония, Лидия, Армения пила вино, например, да, и персы пили вино, Бабелония, Египет и другие пили пиво. Персы во дворцах пили все. Хотел сказать, что горит, но нет, тогда перегонных кубов-то еще не придумали. Но вы еще один элемент империи. Это страна, где пьют все. Я уверен, что там еще и на равнинах, еще и кумыс, наверное, какой-нибудь пили. Но все равно, когда мы говорим о столицах, мы видим все равно это горы Загрос и Предгорье. В принципе, это географически единая зона. Только низовья, верх, низ, собственно, географически. Иранская ногой сейчас называется, да, будем мы еще иначе. За исключением Вавилона только. Мы видим, что целых пять столиц было, между которыми по необходимости от скуки или по определенном графике перемещался дворец. То есть везде был тот самый Ападана или Ападана, где устанавливался трон, где производился прием. Дальше мы посмотрим, как этот прием мог выглядеть. И поэтому, когда мы сейчас вернемся к нашей прошлой беседе об Александре Македонском, когда была бита при Иссе, мы тогда вместе с Александром удивлялись. Вот мы победили царя, но он побежал, а мы, оказывается, взяли в плен еще десятки поваров, обоз с едой, а также его жену, детей и так далее. И вот тут греки, конечно, взмахивали руками, говорили, ах, эти азиатус изнеженные, смотрите, а их возят все с собой. Так нет, это стиль жизни такой был. Это дворец с войском, который прибыл для того, чтобы нападать Александру. То есть это не то, что этот царь поехал и решил, что мне вот этого всего не хватает, пожалуй, я возьму с собой жену, детей, поваров и золото. Нет, это был дворец на марше. Это была концепция персов, дворец на марше. Нужно это понимать. Это была страна в движении постоянно. Мы дальше еще тоже об этом с вами это обсудим. Откуда это взялось? От того, что они были кочевниками изначально. Они от кочевого образа жизни не отказались. Ну, в принципе, мы, если говорить об османской системе, то это тоже бывшие кочевники, которые вначале сделали ставку и на города, и на торговлю. Но, в принципе, их дух, кочевников, он тоже остался. И если мы говорим о турецких войсках под Веной и их обозах, то это примерно та же ситуация. Да, в туре, как Александр, мы помним, во многом победил благодаря своей мобильности. Никакого дворца с ним не было. А его войска несли все, что им необходимо с собой. Так что это была такая... В этом плане еще один камень в огород военной организации персидской. Она была очень огромная, очень большая империя, очень неповоротливая. В то время поездов все-таки не было. Несмотря на то, что сообщение между городами было достаточно хорошо налажено. Мы здесь видим Королевский тракт. 1700 миль, то есть это больше 2000 километров между Суссой и Сардами, который охранялся. Каждые 15 километров там был пост торговый, это почтовый пост. Что такое почтовый пост? Это то, что вы наверняка, кто читает русскую классику, встречаете это, как это называется? Почтовая станция. Например, повести Белкина «Метель». Почтовая станция, да. Там, где можно сменить лошадей. Постоял и двор. Да, поставил, но скорее государственный такой, да. Почтовая станция, где можно сменить лошадей, где лошадей меняет однозначно тот, кто официальное лицо. Либо это посол, либо это посланник, чтобы быстро это было. И там же, может быть, он поменяется еще и здесь послание. Я процитирую Геродота, когда проиграл Ксеркс битву, как Геродот с восхищением описывает эту систему персов. Это книга восьмая, глава девяносто восемь. Тем временем Ксеркс отправил в Персию гонца с вестью о поражении. Нет на свете ничего быстрее этих гонцов. Так умно у персов устроена почтовая служба. Рассказывают, что на протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди, так что на каждый день пути приходится особая лошадь и человек. День пути, особая лошадь и человек. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути. Первый гонец передает известие второму, а тот третьему. И так весть переходит из рук в руки, пока не достигает цели, подобно факелам на празднике у Эллинов в честь Гефеста. Подумает Гердот, а с чем это сравнить? А с нашими спортивными, религиозными соревнованиями? Да, ну с чем, что рядом, с тем и сравниваешь. Так вот, видите этот тракт? Что еще было в логистике важно здесь? Мы должны понимать, что это люди рек. То есть мы сегодня это воспринимаем как какие-то дороги. И вслед за представлением греков о том, как выглядела вся Персия, такая пустынная страна. Или там в каком-нибудь фильме о том, как в Аравии вообще живут. Хотя в Аравии действительно много пустыни, но там это было не так. Были реки и было очень многое количество каналов. В частности, говорится о том, что Кир, когда наступал на Вавилонию, местное ополчение пробили плотину и затопили. Разлилась река и было не пройти. На что Геродот среагировал, конечно, иначе. Он сказал, представляете, господа, это как в том анекдоте. Господа, представляете, Кир, какой странный человек был. Они поехали под Вавилонией, разлита река была, у него лошадь утонула. И он вот странный человек. Пока они реку всю не отвели, чтобы убить ее в наказание, они дальше не пошли. Азиатас. Так вот, в действительности, этот инцидент вполне мог иметь место. Но скорее не для того, чтобы наказать реку за то, что ее лошадь утонула, а для того, чтобы просто это болото перейти, они легко очень осушали. И потом сам Вавилон был взят тем, что, как говорят войска Кира, они отвели реку и в праздник какой-то поставили там затор. Река ушла по другому руслу, а они прошли в город. То есть это были люди, которые... Перебрасывали, да, перебрасывали реки. Это, пожалуй, если система ирригации существовала уже и в Месопотамии, и в Египте, то переброска рек – это ноу-хау персов и вот этой всей системы. Ну, конечно, обратите внимание, там, где Египет и Мемфис, видите, находится. А вот на Мемфис направо мы видим внезапно что-то странное. Мы видим, как от Нила идет ответвление в сторону Красного моря. Действительно так, при Дарии Первом был построен первый советский канал. Только он шел не из моря в море, а он шел от реки к морю. Более того, когда персы в Приксерксе, в Торбис, Греции, они тоже там построили канал, который сложную местность должен был сократить для кораблей. Ну, вот то, что вы сказали, буквально секунду, это еще акцент для наших зрителей, для нас с вами. Мы постоянно ссылаемся на греков, в том числе на Геродота. Но это начинает быть похожим на анекдоты. То есть мы принимаем Геродота как ученого, отца истории. Но на самом деле перед нами варвар, который не понимает, как цивилизация, их цели и смыслы действия цивилизации, и объясняет это на свой манер. Например, если люди кланяются друг к другу, значит, у них спины, например, болят, или у них какая-то система костная другая. Если переводят реку, это значит, хотят реке отомстить. Если они пьют вино, он там пишет, что они любители вина, и принимают политические решения за винопитием, значит, там они алкоголики. Если они уходят там в горы, значит, они неженки, и так далее, и тому подобное. Это потрясающе то, как сознание узкое пытается объяснить более высокий уровень мышления. Или иной уровень, да. Или иной уровень мышления, я говорю, более высокий в плане инфраструктурно-логистически. Конечно, перцы были. По сложности. По сложности выше. Как грек и грек. Получается нелепится, и получается, вот хочется все время улыбаться, потому что то, что мы считаем началом науки исторической, выглядит скорее такие анекдотические описания, квази-объяснений, непонятных для греков явлений. И то, о чем мы говорим, это не наши, Сандрик Олегович, догадки. Здесь, когда я об этом говорю, я опираюсь на мнение ученых, западных современных, которые занимаются этим изучением. Потому что до середины 20 века у нас было только мнение греков, Библии, ну, собственно, и все. И местные там какие-то легенды. А теперь все-таки уже происходит изучение того, как это могло быть и с какой целью это могло быть. Исходя из того, что тогда жили не дураки какие-то и странные личности, а все-таки достаточно рациональные люди, которым давались очень большие проекты. А значит, у них все-таки голова-то работала. Не стоит к ним относиться, как к каким-то странным людям, которые делают все, исходя из непонятных мотивов. Так вот, здесь мы видим эту дорогу. Семь дней всего письмо шло из Сузы в Сарду. Это очень мало для двух тысяч километров. Поэтому эффективно... То есть это семь всадников, как мы сейчас увидели. Семь смен лошадей. Да, то есть эта империя была построена на очень хорошей логистике. Вот здесь мы видим, как могли производиться перемещения товаров. Более дешевый способ – это когда их просто несут на руках. Более дорогой способ – это когда с лошадью. И здесь вот рядом мы видим восстановленный такой торговый пост, где по центру колодец, сбоку для лошадей места, где они могут остановиться. Более того, это же еще и защита. То есть ты едешь, и вот там государственный пост может остановиться, если боишься бандитов. Хотя бандитов, нужно говорить, было тоже от региона к региону по-разному. Но в целом, когда персам удалось так или иначе усмирить скифов, те племена, которые к ним прилегали, они с ними договорились, что вместо того, чтобы грабить, мы ему будем платить, а вы езжайте вдоль наших дорог и просто защищайте от бандитов. То есть это такие были кавказцы Российской империи, или казаки, которые жили вольно и грабили, а потом сказали, давай-ка мы вас возьмем на службу. Или как норманы, которых приручили французы. Или как шотландцы. Папа римский. Или шотландцы, да. Поговорим немножечко об армии персидской, потому что мы ее уже неоднократно касались. Армия была разношерстная. Если мы говорим о большом каком-то военном походе, то это была разношерстная армия, которая собрана разными сатрапами с разных земель. Если мы будем говорить о Западе, то там в основном воевали греки. То есть если там был вопрос, должен был разрешен на месте, то наместник или сатрап, он нанимал наемников. Эти наемники решали вопрос, получали деньги и были таковы. Здесь же мы видим регулярные войска персидские именно. Самым регулярным и самым известным из персидских военных подразделений было «Бессмертные», так называемые. «Бессмертные» – это то название, которое нам дал Геродот. И здесь есть тоже по этому поводу некоторые сомнения, что, возможно, они были вовсе не бессмертные. Он неправильно перевел слово, связанное с братством или с чем-то, с товариществом. И это могли быть не бессмертные предтоварищи. Но, тем не менее, это было 10 тысяч человек, элитные подразделения, которые, если у них кто-то выбывал из строя, тут же заменялись. В чем был их минус? Они при марафоне тоже участвовали и себя там значительно не проявили, так скажем, исходя из того боевого опыта, который у них был. Против греков они оказались не то что бессильны, но слабы. Потому что у этих самых подразделений у них в основном броня была очень легкая. Крайне легкая броня, они в основном ориентируются на то, чтобы быстро подойти, ударить и отойти. К тому же еще нужно понимать, что они пришли из довольно жарких мест, и там эта броня, в этой броне можно было просто свариться. Поэтому греки по сравнению с персидским войском были просто танками. От того времени это гоплиты, закованные в броню. Сами персы, мы здесь видим, что это довольно легкие щиты. Это дистанционное оружие, такое как луки. Ну и короткие мечи и таганы. Вот здесь сбоку колоризация, мы видим, это скорее всего как раз бессмертный показан. Слева это с гробницы Александра восстановленной колоризации, как выглядел перс. Я хочу еще раз обратить внимание, что отличие опять, где цивилизация, где варварство и так далее. Персы это люди, мужчины в штанах, как потом для римлян будут германцы. В то время как греки, они воюют голые ноги, туника, короткая и голая ноги. Когда они увидели этих воинов в штанах, греки тоже были несколько шокированы. Но это яркая раскраска. Да, разные народности, яркая раскраска, люди в штанах, каких-то странных вооружений. Понятно, что о фермопилах, фильм «Американский блокбастер», мы с вами об этом говорили, несколько демонизированы персы. Там это все слишком устиленно. Они почти как какие-то мерзкие, такие вот дикари изображены. Конечно, этого не было, но греки могли их так увидеть. В принципе, это преувеличение взгляда греков. Да, это множество языков. Представьте себе вот это войско, которое было под марафоном, уже не говоря о фермопилах. Это настолько сборная со всех земель. Например, там были эфиопы. Представьте, греки и эфиопы. Это действительно было странное и многоязычное. И в этом был большой минус таких больших собраний. В том, что в футболе это несыгранная сборная. Аналогию в плане армии я могу только провести колониальной армии. Например, британская армия, их первую, особенно во Вторую мировую войну. Сегодня это меньше афишируется, но фотографии остались, и немцы делали даже такие пропагандистские фотографии. Я имею в виду Вторую мировую войну. Колониальная армия британцев, вот там было все. Там были темнокожие, индусы были и так далее. То есть, это вот такая солянка. Как правило, эти люди не очень хорошо воевали. Они воевали, возможно, очень хорошо по отдельности. По отдельности. Но они не представляли единого целого. И про это Ксенофонд как раз очень хорошо пишет. Это мы когда будем разбирать битву Македонского с Дарием, потом рассмотрим. Но Македонский, Ксенофонд, в основном пишет, что большое количество воинов – это, конечно, хорошо, но такое большое войско очень быстро может подвергнуться панике, если побегут. То есть, если побегут, то побегут все. А если побегут все, то тогда бороться с ними будет очень несложно. И теперь мы переходим к тому, как осуществлялась власть из Персеполя, потому что это очень важно с символической стороны. Персеполь – это было такое воплощение икона стиля, так скажем, куда приходил человек на поклон, он приносил свои дары для того, чтобы поклониться царю, высказать ему свое почтение и, возможно, какую-то свою просьбу. Персеполь – это собрание дворцов. Вот так могла выглядеть площадь перед этим. Перед нами административное здание Республик Средней Азии в период СССР. Похоже, или похоже, кстати, на центр политический Берлина сегодня. Да, это вот левая социалистическая архитектура тоже, да, конечно. Да, так вот, это действительно был административный центр, в нем войск практически не было. И когда Александр Македонский пришел, он взял его без всякого боя, этот Персеполь, потому что это было символически, скорее, место символов, чем место сосредоточения. Там же со старши стекались богатства, тот же Македонский, он там несколько тысяч верблюдов и ослов использовал для того, чтобы вывезти золото оттуда. И здесь мы видим несколько идеализированное, тем не менее, представление о том, для чего это служило. Здесь мы видим, как поднимаются просители, носители и так далее по лесенкам различных народов для того, чтобы принести свои подношения и просьбы великому шейху-царю. Так вот выглядел зал. Этот зал должен был впечатлять, я думаю, потому что вы поможете на Ютубе посмотреть, есть фильм, который восстанавливает, как это могло выглядеть в 3D. Это был все-таки V век до нашей эры. Тогда человек, пришедший туда, не видел такого в принципе нигде. Я думаю, даже грек, если бы приехал из Афин более поздних, он бы все равно удивился тому, как это все сделано. Это 20-метровые колонны, это могла быть сотня колонн, огромный зал, кедровый потолок. При этом наверху так искусно были сделаны отверстия, отополированного белого камня отражался свет, и это все освещалось. Я думаю, что это сильно впечатляло. Человек, который там приходил, и он понимал, что действительно здесь сидят цари-царей, властители мира. Здесь мы видим изображение того, как себе персы представляли свою империю. Здесь сверху, здесь не видно, дальше будет, где-то у меня картинка, сейчас посмотрю. Вот эта же картинка. Здесь мы видим, что сверху над всем стоит царь. Этот царь опирается на людей, а царю этому самому жестом приветствия передает власть верховное божество Ахурамазда. То есть в этом диске с крыльями, здесь есть версии, что это либо Ахурамазда изображен, либо это просто такой дух, который от него исходит и является проводником. Здесь мы видим, что посланник, то есть помазанник Божий царь, и он царь над народами, которые поддерживают его власть. Рядом это то, что похоже на снопсен, это на самом деле огонь священный. И посмотрим здесь, сколько народов было под началом. Это и персы, сверху идут старые нации персы, медийцы, ламиты, парфяне, дальше тарицы, бактрийцы, это афганцы, сагдианцы, хорезмьянцы, это то, что там сегодня ближе к Туркменистану, ну и так далее, и так далее. Внизу мы видим и арабов, и ассирийцев, сака, несколько племен, сака – это скифы. Здесь мы видим лидийцы, и онийцы, вот там греки внизу есть. Причем и онийцы в два раза даже, там, видимо, какие-то северные и южные. Так что мы видим, что все это поддерживается. При этом обратите внимание, помните Атласа, который… Мы сейчас о символизме говорим, о важных вехах символизма. Помните Атласа, который держит мир на плечах, как ему тяжело? Атланты, Атланты. Атлас, Атлас, да, Атлас же Атлант. Это по-английски, по-немецки, по-итальянски. У нас Атланты, Атланты держит. Атланты держит, да, этот самый мир, ему тяжело, это заметно. Заметьте, как здесь легко держат, и можно сказать, держатся за это все. Тэнпер кяжести в другом месте просто, да. Не помните такое? И легенько взяли, и понесли. Вот так вот, они очень легко, это на кончиках пальцев. Видно, что они не порабощены, они с радостью. Не напрягаются, да. Хотя здесь мы посмотрим сейчас на, как раз это в Бехистуне, то самое изложение Дарья событий, как он пришел к власти. Бехистун, это по дороге на скале выбита история. Здесь мы увидим, что может показаться, что это порабощенные народы, которые привели к Дарию для того, чтобы он ими властвовал. Это не совсем так, хотя ассирийцы, они бы изобразили именно так. Но это в действительности показаны 9 королей, которые восстали против Дарья, вот поддерживая, не поддержав ту самую смену власти, когда они убили этого мага или лже-мага. И к тем, кого завоевали, персы относились очень лояльно. Те, кто им вообще сдался, просто сами сказали, мы властвуем, они у них не произвели никаких изменений. Если говорить о том, что такое сатрапия, то вы все помните наверняка концепцию прокураторов в Риме. Есть прокуратор иудеи, а под ним еще есть иудейские цари, которые правят. Вот сатрап – это не был царь. Сатрап – это был тот, кто как наместник такой от обычно какого-то знатного персидского рода или имеющий отношение к ахименидам даже, потому что их потом стало действительно много. И опирающийся на местную элиту. Да, это как Рюриковичи такие, опять-таки, вспоминая Россию, Русь, вернее, древнюю. Это примерно так. Поэтому сатрапия, она находится под властью сатрапа, но сатрап этот взаимодействует с местными элитами. И этого сатрапа, если увеличат каких-то неправомерных действий, его могут сменить очень легко, потому что мы видим, как логистика извещения работала крайне быстро. От сатрапии, в свою очередь, ждали того, что она будет поддерживать систему дорог, которые персы должны обеспечить поддерживать торговые посты и поддерживать логистику так называемых армейских складов. Армейские склады – это что-то вроде государственных деревушек или отдельных складов, которые должны были в себе генерировать достаточное количество пищи для того, чтобы армия, проходя, могла питаться. Это все очень хорошо описывает ксенофонд в своем анабасисе. Он как раз там описывает и посты почтовые, и посты вот такого рода, которые должны были снабжать армией. Я еще добавлю по поводу сатрапии. Еще раз, это 20 провинций, 20 сатрапий. Здесь вот у этого сира британского даны даже цифры. Ну, например, что какая сатрапия давала? Например, Египет выплачивал 700 талантов. Речь идет о годовых вложениях. Да, и, например, Вавилон посылал 500 мальчиков-евнухов. Ну и так далее. Золото, серебро и так далее. И здесь дана цифра, сколько в год собиралось вообще со всей этой системы. Общий трибут, общий доход года составлял 380 тысяч килограммов серебра. 380 тысяч килограммов серебра. Это фантастические цифры, конечно. Да, и расчет, в основном... Ну, естественно, распределялась в интересах всей системы. То есть это не были, скажем, доходы одного человека, царя-царей. Да, там было государственное довольствие. Это то, о чем как раз нам эти архивы говорят. Там было государственное довольствие. Причем это довольствие в основном выдавалось даже и деньгами. Или оно выдавалось в эквиваленте денег. Но если человек был незнатный, например, ходил в какую-то артель, которая здесь там скульпторы или резчики или еще кто-нибудь, там тогда рассчитывалось в день на мужчину, работающего столько-то. Причем это было обычно там зерно, фиги, вино. Но на женщину столько-то единиц, на ребенка столько-то единиц, на их бригадира столько-то единиц. Если ты был высокопоставленный сановник какой-нибудь, ты, например, мог получать в день одну овцу и 10 литров пива. Это идея государственного жалования. Да, то есть ты, конечно, не съедал это все. И я думаю, что наверняка там были какие-то способы получать не овцами, а все-таки деньгами. Но в целом выражалось это через натуральные аналоги. Вот здесь мы видим сбоку египетское то же самое, с египетской стеллой или статуей изображения народов, которые находились под Персием. Но в целом там то же самое, что и рядом. А вот так мог выглядеть зал приемов, в котором производился прием посланников, дарителей, просителей. Здесь мы видим коврик, на котором как раз приходил тот самый проскинессис. Нужно было сначала лечь, пока тебе не позволят встать, потом передать свои дары и удалиться. Вот здесь как раз тот самый опадание. Здесь мы видим, что когда ты приходишь, тебе инструкции не выдают, но в принципе понятно, исходя из того, что там изображено, что нужно делать. Ты постепенно поднимаешься по ступенькам, принося, здесь видимо разные народы приносят разные дары. Внизу мы видим охраняют это все персы. А там где слева, очень интересно, я недавно читал лекцию о Рождестве, когда маги пришли поклониться младенцу Христу, первые барельефы римские изображали вот точно так же этих людей, магов. Каждый несет так, на чуть-чуть согнув спину, свой дар. И вот в таком же виде. Здесь мы видим разных животных, масла, благовония. А всех их, здесь, смотрите, внизу справа, который длинный барельеф, за руку ведет перс. Это такое государственное лицо местных, которые нужно сопроводить. Церемоний мейстер. Церемоний мейстер, за руку. Это, кстати, вообще восточная традиция. Я был удивлен, когда был на Ближнем Востоке, и видел мужчин, которые за руку ведут. Это очень уважительно выглядит. И опять-таки, видите, кто-нибудь, кто не знаком с обычаями, они могут это воспринять совсем иначе. Я только что, когда читал пророка Исаию, когда Бог говорит, я возьму Кира за руку и поведу его. Видите, даже здесь. Да, вот здесь наверху мы видим два сановника. Это выражение уважения своего рода. Тогда ты берешь за руку и человека и ведешь. Идем. Вот здесь еще символизм интересный. Помните, с вами говорили о символизме тельца на тех территориях? Везде это очень серьезный символ тельца был. А здесь мы видим льва, который этого тельца кусает. То есть это можно себе представить, что это определенный символизм персов, молодых, горячих, боевых, которые пришли на эти старые города, старые места. И вот они, вот этот самый лев, который этого тельца прикусил, а потом решил не добивать, а ставить себе на служение. Дарий был тем, кто ввел первые монеты. Мы говорили, во всей империи они назывались дарики. Это была золотая монета. И значительно меньшего достоинства были серебряные монеты. Сигели. Хотя также ходили и свои монеты у них повсеместно. В частности, например, афинские монеты встречаются. Ну а также натуральное хозяйство, потому что, конечно же, на низовом уровне, агрокультурном, там не в монетах шли расчеты, а натуральными продуктами. Это отличалось от региона к региону. Я здесь буквально на днях читал исследования Ориентал института американского, где они считали, сколько была производительность одного гектара по калориям. И оказывается, что в те времена Вавилон, между речи, они приближались к сегодняшним показателям, которые мы достигли только благодаря техническим новшествам и новинкам. Тогда они этого достигали за счет грамотного использования земли, за счет сочетания разных культур. А это гробницы королей, царей, которые находятся недалеко от Персеполя. Там, в принципе, мы видим, что у всех более-менее одно и то же нарисовано. Наверху это те самые поддерживающие народы и сверху властвующие правители. Несколько слов о нем. Теперь поговорим о том, что же был за зороастриизм такой или маздаизм, что это за религия такая, благодаря которой, исходя из ее ритуалов, многие называли персов огнепоклонниками. Конечно же, никакими огнепоклонниками персы не были, хотя, безусловно, народы, проживающие в степи, народы кочевые, многие из них действительно были огнепоклонниками, прямо в прямом смысле не поклонялись огню, солнцу. В то время как все-таки Ахура-Мазда и маздаизм, будем так называть религию, которую исповедовали элиты персидские, как ранняя форма зороастризма, это было нечто, что было сильно похоже на единобожие, но единобожие, которое было инклюзивным. То есть это было единобожие, которое включало в себя других богов. При этом Ахура-Мазда был мудрейшим богом сотворяющим. То, что я говорил, то, что термин сегодня употребляется, это хенотеизм. То есть слово хен единый, но не монотеизм. То есть нужно четко отличить монотеизм от хенотеизма. Монотеизм – это израильское, скажем, это иудаизм в будущем, это строго единобожие. Здесь же речь идет о боге над богами. Да, это бог над богами, бог порядка. Здесь нужно понять, что это не бог, который создал все, а это только бог, который создал все хорошее. Потому что были другие боги, которые тоже старались, но не смогли сделать красиво. И кто-то сделал насекомых, которые очень не любили. Маздаисты. Маздаист, если видит паука, должен был придавить там или муравья его попрать ногой, потому что это все не Ахурамаста сделал. В целом это была такая религия дуалистичная. То есть было все хорошее, и было все остальное, что не получилось, что, соответственно, плохое. У тебя был выбор. Ты мог встать либо на сторону добра. Если ты не встаешь на сторону добра, ты автоматически находишься на стороне зла. Этот же выбор они распространили и на политическое представление о мире, о том, что те, кто с ними, он участвует в этом самом порядке, символом которого является сад, естественно, потому что сад – это самый яркий и хороший символ порядка в хаосе. И поэтому каждый из королей, из царей персидских, он был садовник. Кир сам говорил, что он пока не поработает в саду, он не садится за то, чтобы трапезничать. Мы часто видим изображение царей персидских с цветком в руке. Скорее всего, это цветок граната, очень похож на него. Это одновременно и символ порядка, красоты и символ огня. Красный цветок граната. То есть это все цари-садовники. И даже когда один из сановников уговаривал Ксеркса Мордониус, мы его звали, Мордоний по-русски. Мордониус. Да, уговаривал Ксеркс. Военачальник, самый авторитетный. Вторнулся в Грецию, потому что у него были виды на то, чтобы стать сатрапом греческих земель. Он его в том числе довольно долго расписывал, какие там растения есть. То есть как там очень много разных растений, красивых. В твоем саду будет очень классно смотреться. Давай зайдем. Я походу просто скажу, вот в этом году вышла книга, к сожалению, я еще пока не, у меня ее нет, но я ее листал, смотрел на английском языке, историк, женщина британский, очень уже авторитетная, о Наполеоне. Новая биография Наполеона, но дана в интересном ключе. Наполеон как садовник. Там по главам рассмотрены все его планы, как различные образы садов. Там, например, сад республики, сад империи и так далее и тому подобное. Создать сад при русском походе на Москву. Вся книга, очень толстая биография Наполеона, представлена как Наполеон-садовник, который меняет концепции сада по ходу, скажем, своей деятельности. Да, и возвращаясь к маздаизму, очень важным там является противопоставление лжи и истины. То есть можно говорить о том, что есть нечто, что на стороне истины, и есть все остальное, что на стороне лжи. Поэтому лгать – это первейший и самый страшный из грехов для маздаиста. Соответственно, если ты на стороне порядка, ты всегда на стороне истины. Здесь возвращаемся к тому, почему они любили так эти самые перушки, на которых произвели обильные возлияния. Потому что считается, считалось, и сейчас еще многие так говорят, что человек в пьяном состоянии, в состоянии под воздействием алкоголя, он говорит правду. Больше вероятность, что он скажет то, что действительно думает. И эти перушки как-то закреплялись. Вот долго могла идти эта перушка, все пили вино или пиво, договаривались. Наутро эта перушка продолжалась с тем, чтобы люди теперь уже в похмельном состоянии, уже совсем другим восприятием реальности, можно было проверить. То есть он все еще так считает или нет? Да, я цитирую Геродота, книга 1, 133. «Персы – большие любители вина. В присутствии других людей у них не принято извергать пищу и мочиться». Мы с вами об этом говорили. Греки считают персов варварами, потому что персы делают это в укромных местах, не на виду у всех. Но вот дальше описано принятие политических решений. «Эти обычаи персы строго соблюдают. За вином они обычно обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает утверждение гостям уже в трезвом виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выполняют. И наоборот, решение, принятое трезвыми, они еще раз обсуждают во хмелю». В общем, Геродот немножко запутался. Но в данном случае это как бы двухэтапный шаг, то, что вы описали у Геродота. Вначале мы принимаем решение под градусом, под этого сера. Мелое решение сначала, а потом готовим его поддевать. На следующий день в этом же доме на трезвую голову, а я думаю, что это тяжелая голова, представьте, мучение. Мы должны это подтвердить. Но для этого нужно вспомнить, какое решение было на первом этапе. Если мы подтверждаем и сейчас в трезвом виде, тогда решение принимается. Я думаю, это опять же искажение Геродота. Совершенно. Ну, возможно, и так. Здесь важно понимать просто, что это не была просто пьянка ради пьянки какой-то. Как это многие могли бы видеть все эти пиры бессмысленные. Это был способ решать дела. Возвращаясь к маздаизму, здесь стоит упомянуть, что зороастризм, как он стал позднее называться, он основан на откровении Зороастра или Зороастры. Зороастра – это тот, кому открылся Хурамазда, как главный из богов. И некоторое время Зороастр пытался привлечь на свою сторону сторонников, но кроме его брата никто в это веровать не хотел. А потом он пришел ко двору одного из сановников. И тому понравилось, он его приютил. И маздаизм стал распространяться. Если говорить о времени, то изначально считалось, что это где-то 700-й, самими последователями зороастризма считает, что это где-то 8-й век. Тем не менее, сейчас, исходя из современных данных, которые основаны на анализе языка, которые используются в тех или иных молитвах, которые там употребляются, говорится о том, что, скорее всего, это все-таки ближе к 9-10 веку. Но сам Зороастр тоже по-разному определяется даты. Это где-то 628-й, 551-й годы. Вот как раз до Зороастра-то зороастризма не было, в том-то и дело. Я же говорю, что Зороастр – это уже как раз период 7-го, 6-го века. Вот как раз я здесь говорю о том, что это под вопросом, потому что все эти молитвенные вещи, они пришли вместе с ним, не могли возникнуть раньше него, поэтому это до недавнего времени однозначно считалось, что 8-й век. Сейчас со стороны Зороастризма считается, что 8-й, со стороны исторических ученых считается, что скорее 10-й. Но это такие детали, не очень сильно важные. Я только упомянул, давайте вернемся к винопитию. Вот здесь вот комментарий дан следующим образом. То, что Геродот описывает, как напиваются, а потом на трезвую голову подтверждают. Комментарий такой. Здесь речь идет о ритуальных, а не о бытовых оргиях. Опьяняющий напиток хаома, который употребляют персцы, должен делать знающими участников оргий. Возможно, отсюда латинская потом пословица in vino veritas. В овесте, овесте – это священная книга Зороастризма, в овесте опьянение златоцветной хаомой дарует всестороннее знание. Но здесь, если говорить об этой хаоме, то есть предположение, что это даже был не алкогольный напиток или на основе алкогольного это напиток с психоделическими какими-то вещами. Ну вот, а для Геродота со стороны выглядело, что мужчины напиваются, а потом наутро встречаются и что-то обсуждают. Что, конечно же, не отменяет того, что многие элиты разных других входящих в персию стран старались копировать это, но старались копировать это из собственного видения. Внешне. Те же самые македонцы. Чем мы до сих пор и занимаемся, Владимир, в наших широках. Да, точно. То есть у нас форма есть, содержание ушло. Да-да-да. Вот, поэтому, говоря о зороастризме, продолжая эту историю, это была государственная религия, которая имела потенциал стать первой такой мировой объединяющей религией, но не стала таковой, исходя из некоторых внутренних аспектов. Я обозначу главные принципы, чтобы мы еще раз сконцентрировались, а потом проведу ту параллель, о которой вы говорите, а вы со своей стороны дадите оценку. Итак, Ахура Мазда – это благой бог. Это очень важно, это хенотеизм. Бог над богами – благой бог. Второе. Зороастер – его пророк. Когда мы говорим уже о зороастризме. Здесь очень похожа как бы дихотомия вот это ислама. Да, есть, скажем, Аллаха, есть его пророк. Хотя ислам признает еще других пророков, но Мухаммед последний. Зороастер был тем не менее самым первым пророком. Первый и последний, то есть это единственный пророк. Нет, он вообще был первым пророком в религиях. Еще один момент. Вы упомянули, я хочу четко обозначить. Дуализм зороастризма, добро и зло, жесткий дуализм. Это отличает, например, зороастризм от христианства. И различные гностические течения 2-го, 3-го веков уже н.э. и далее, в средневековье, возможно, имеют и вот эти источники. Еще один момент. Это идея о ступенях развития личности. В принципе, мы здесь встречаем первую моральную теорию. Конечно, это было не мораль, это было религиозное представление. Но задача зороастризма – это совершенствование человека, который проходит определенные этапы развития совершенствования. Собственно, идея совершенства личности здесь уже заложена. Еще до греческих концепций «пайдэй» в таком религиозном ключе. Еще один момент. Уже социальный – это взаимопомощь и взаимоподдержка членов сообщества. Там это сообщество, причем очень четко грани произведены. Есть местное сообщество, малая группа, семья. При этом у них в семье, кстати, это заметно очень в королевской жизни, в царской жизни. У них не только допускалось, а даже поощрялось к его смешению. Да, но это сейчас мы пока оставим. Это просто к тому, что была маленькая ячейка, потом большая ячейка – это сообщество какое-то сельское или городское. Оно может быть связано с ремеслом. Там у них делилось 4 касты – военные, ремесленники, священники, еще кто-то, не помню. И у них у всех, они все соединяются друг с другом через священный огонь, который идет из одного источника. Так, а это уже святостихи, еще один момент. Святостихи и огонь – это как бы наиболее, скажем, это пример. Причастейшее, наибольшее приближение к Ахурамазде и его света. К Ахурамазде, да. Это скорее, если мы говорим поздние интерпретации, это скорее символика и ритуальность. То есть огонь – это не бог, это не поклонение богу, но это некая сила. Если бы мы были православными, скажем, паламитами, мы бы говорили скорее об энергии сущности. Огонь – это проявление божественной энергии, но это не сам бог. Да, сущность маздоизма – это свет, потому что у них то, что ближе к свету, то ближе к истине и ближе к добру. И сам Ахурамазда, он обитает в пространстве абсолютного света. Здесь, кстати, на платонизме. Сейчас я обозначил все эти вещи. Мы видим здесь антологию, видим здесь теорию реальности, видим здесь, она включает дуализм, добро и зло. Мы видим здесь моральную теорию совершенствования, мы видим здесь социальную теорию взаимоподдержки, взаимопомощи. И мы видим здесь понимание, скажем, современно-экологическое, очень важно, с святость стихий и огонь, как наиболее, скажем, освещенные стихии, и идея света. И то, о чем вы говорили, мы это, кстати, обсуждали по пути в аэропорт, из аэропорта в Киев, это то, что, в принципе, зороастризм по потенциалу мог стать мировой религией. Почему я делаю акцент здесь, ставлю акцент на антологии, морали, социальной доктрине? У него все есть. У него есть и священники, у него есть четко обозначенные ритуалы, и у него есть связь с государственной властью, поскольку власть вот этого бога над богами дает освящение и, собственно, легитимацию вот этого царя над царями. Но, к сожалению, в истории, а это исторические уже случайности, через ряд сцеплений обстоятельств, ну, конечно, и завоевания Александра здесь, возможно, сыграли свою роль в том, что все-таки античный мир здесь стал более сильным. Зороастризм сегодня религия, но представляемая небольшими группами людей, которые живут в разных странах, от Индии, скажем, до Ирана, Афганистана. И в новом свете, да, есть. И в новом свете, да. И у меня здесь родилась параллель, когда вот сейчас мы можем это озвучить. Это судьба иудаизма без христианства. Поскольку у христианства апостолы, первая, ранняя церковь, а потом и Константин, 4 век, дало иудаизму, вот это придает иудаизму этот универсалистский контекст. И Ветхий Завет включается в Святое Писание как значительная его часть. Но без христианства, я думаю, иудаизм был бы обречен на вот такое маргинальное существование, какое сегодня мы находим у зороастризма. Это очень важно, поскольку мы должны понимать, что позиция и роль христианства, сейчас говорю не как христианин, а как аналитик, да, это тоже случайности для христиан. Это, конечно, божественная воля, божественное проведение, замысел. Но у христианства были свои конкуренты. В римской империи, имперского периода, в римской истории, это был митроизм. А вот зороастризм – это такая первая форма, возможно, которая могла заместить собой все другие. Да, при этом митроизм развивался параллельно с зороастризмом на той же территории, где существовала зороастризм. Зороастризм – это, как я повторюсь, она инклюзивная была религия или религия элит. И в этом, возможно, это то, что не дало ей распространиться дальше, потому что это была именно религия элит. Возможно. Еще напомню, мы говорили о Египте, когда в нашей с вами беседе. Все-таки фигура Зороастра вошла как фигура некоего начала единой мировой религии, великих учителей. Зороастр в начале Марсилио Фичину и различными эзотериками периода XV-XVI века, а вплоть потом до Анны Безонт, до этого Блаватской и в движении теософов, и у масонов рассматривался как один из первых учителей. То есть он открывал вот этот список, через который прошли потом и Моисей, и Христос, и Мохаммед, и так далее. То есть это очень важно. Понимание некоего начала совсем другой истории, истории передачи знаний. Мы здесь видим, что Зороастризм – это была религия, в которой была концепция суда, которая происходит после смерти человека, когда выбирается, куда ему отправиться, в лучшие места или в худшие, в наказание или в поощрение. При этом это была религия линейного, а не кругового времени. Было сотворение – будет конец. При этом это была религия, которая ждет прихода не одного, а двух мессий еще. Это еще два мессии должно прийти в Зороастризме для того, чтобы восстановить порядок в мире. И воплощением этого, еще раз повторюсь, в персидской культуре, в культуре Ахименидов являются те самые сады. Это основной символ. Огонь, растительность и чистота белого цвета. Это вот три цвета Зороастризма, которые… Ритуальная чистота, ритуальная чистота, конечно. Да, потому что за Растрицей они вносят белую рубашку внизу, постоянно белое одеяние, подпоясанное особым образом, которое должно их отгораживать от скверны мира. Они прикрывают дыхание, когда общаются с огнем, ведут свой ритуал, чтобы его не осквернить. И раньше было такое отношение, очень пренебрежительное к смерти, что греки, кстати, не приемлили совершенно, что если человек умер, это мертвое мясо, в которое тут же вселяется какая-то демон-муха. И в дальнейшем это очень скверное, плохое средоточие всего злого. И вообще телесность, и она считалась скорее от зла, чем от добра. Поэтому погребальные ритуалы здесь мы видим, хотя вы можете ожидать, наши зрители, те, кто считают, что это религия огня, что там сжигали. Нет, краски не сжигали, потому что этим образом считалось, это было бы осквернением огня. Хотя в более поздних уже ответвлениях были и такие, которые сжигали. Но вообще это обычно была такая башня специальная без крыши, куда внутрь клали тело и ждали, пока такие же существа не от нашего красивого и праведного мира, такие, как всякие там шакалы, кондоры, мухи, черви не снимут всю плоть. И тогда они собирали это в умную, и уже вот это вот было то, что оставалось от тела и хоронилось. Можем отослать наших зрителей к главе книги, с которой мы начинали «Одиссею» Макгрегор «Жизнь вблизи богов». Там прекрасно в главе разобрана и идея огня у зарастризма, и вообще идея зарастризма как религии. Зарастризма даже считалось, что если ты похоронил тело, то это на сколько-то там сотни метров оскверненная земля, на которой нужно проводить ритуал или дождаться, пока это осквернение произойдет. Кстати, это вполне могло помогать в соблюдении гигиены. Да, я хотел сказать, что это очень современный образ. Вот кто такой священник зарастризм? Это человек в маске и в перчатках. И весь в белом. И весь в белом. Как доктор. Да, и даже были такие ритуалы, когда тело действительно хоронили, не отдавали стервятнику, но перед этим покрывали воском все тело, чтобы не было соприкосновения тела с землей, не было осквернений. Я думаю, здесь мы… Они здесь одеты, как персы. Нужно понимать, что это как раз тот период, когда маги стали отождествляться с персами. Но интересно, что здесь как раз срисовывалось. Это, видимо, с тех картин и гравюр и изображений, где изображались персидские воины. Поэтому здесь маги немножко одеты, как воины. Ну, это уже… С того срисовывали. Магус – это в единственном числе. Маги – это во множественном числе по латыни. И взято это название и наименование, как раз, видимо, изначально от Ассирии, еще от Вавилона пошло, а потом перешло уже к персам. И пришло в таком виде в христианство. Хотя мы здесь видим, что преобразовалось в три короля потом где-то. Снимание, а уже три короля приходят. Но я это рассказывал в лекции о Рождестве. Три царя, которые празднуются, они взяты тоже из пророческого текста, что придут поклониться цвету твоему царей всего мира. И образ магов наложился на фрагмент из пророка, на образ царей. Теперь совсем пару слов о взаимопроникновении культуре, я скажу. Чтобы не думали, что действительно персы – это те греки, такие неприступные скалы, на которых никто не повлиял, а персы там жили в своей культуре. Так вот, персы, они свою культуру возлияния, культуру перов и вообще элитную культуру они принесли во все уголки. И мы вот такие чаши сегодня можем найти от Греции до Афганистана и от Туркменистана до Египта. Когда элиты копируют привычки своих руководителей и копируют также их предметы для того, чтобы эти привычки производили жизнь. То есть мы видим, что не только греки копировали, ой, не только копировали те, кто жили внутри империи, но эти же чаши одновременно стали появляться и в Греции. Помимо того, в Греции стало в V веке популярно, чего до этого не было, тапки закрытые, не сандалии, а именно такие вот закрытые персидские тапки. Их стали носить люди состоятельные. Помимо этого появились рукава, чего до этого в Греции никогда не было. То есть они стали копировать. Все-таки это не было так, что там совсем варвары живут, а мы тут цивилизация. То есть они копировали что-то. Здесь, Владимир, по-другому происходит. Здесь греки осуждают, очень сильно осуждают этих неженок, варваров, погрязших в богатстве. Мы не такие, мы у нас добродетели, бедности и так далее. Но постепенно элиты греческие начинают незаметно вот эти типы стилей жизни перенимать подражать. Это очень сложно на человеческой природе. С одной стороны, плеваться, это богато, это лакшери культуры. Но постепенно к этому подходить, перенимать. Элементы одежды стали воспроизводить какие-то маленькие садики у себя. В этих садиках стали привозить туда попугаев и павлинов. Понимаешь. Какое падение нрава, какой декаданс. А самые состоятельные могли себе еще и прикупить где-нибудь зонтик. Потому что персы, так как жители солнечных равнин, в том числе, где очень жарко, у них была традиция носить зонтики от солнца. А если ты очень состоятельный, афинен, то ты мог даже позволить себе слугу, который этот зонтик носил над тобой. И тогда ты совсем выглядел как перс. Я представляю этого человека в тапках, в почти персидском одеянии, под зонтиком идущий, поносящий персов на чем-то... За их развращенность, изнеженность и богатство. Да, это, кстати, была культура немножечко перебита, когда в конце 5 века, когда афинины потерпели поражение Спарте, и туда пришла мода спартанская. Это короткий шерстяной плащ, никаких излишеств. Если мы видим Сократа, кстати, Сократ у нас вовсе не в персидских туниках ходит, а он именно в таком... В астону и в том захитоне. В портанском одеянии. На самой территории, как мы уже говорили, сами персы очень много вбирали в себя. И в частности, например, мы в персидских городах видим изображение бога-беса. Бес – это египетский бог, мы об этом говорили, такие маленькие коротышки, обычно они хранители очага, такие домовые. И это повсеместно. То есть это было взаимопроникновение культур и распространение этой культуры повсеместно по территории всей империи. Ну и завершающий аккорд – это гибель Персии. Как мы знаем, она произошла с приходом Александра, который поломать-поломал, а путного, как мы сегодня видим, единого путного ничего не создал. Он, естественно, был предпосылкой к тому, чтобы появился греческий мир, но единой империи там не существовало, вплоть до османов после этого. Помимо этого он еще и Акрополь вжег, негодяй такой, Акрополь, Персеполь, извините за оговорку. Потому что завоевать-то это здорово, но, как мы знаем, еще не остыло тело Александра, как уже его военачальники и близкие друзья поделили империю на отдельные составляющие, которые потом в таком виде существовали в ослабленном до прихода римлян. Кто знает, если бы этого не случилось и появились бы римляне, они пришли бы на восток и столкнулись бы с сильной цивилизацией, с которой бы конкурировали. Все бы пошло совсем по-другому. Так погибла Великая Персия Ахименидов. После нее возникли как раз диадохи, сассаниды. После сассанидов в VII веке пришли мусульмане. Арабы, да. Радикальные, которые вообще забыли о том, что было на этом месте, занесло песками. И вот сегодня мы в XX веке снова, завершающее слово говорю, сегодня мы в XX веке снова откапываем до себя, находим для себя нечто, что так удивительно во многих аспектах похоже на сегодняшний мир, что оно меняет наше представление о древней истории и об истории, как ее видят древние греки, те, кому мы какую-то преемственность с вами производим. Здесь лишний раз хочется призвать людей, стараться смотреть не однобоко, а изучать разные источники, разные взгляды, потому что тогда совсем по-другому начинаешь относиться к изложению фактов. Тогда у тебя появляется изложение фактов одной стороной, видение другой стороны, и ты видишь, как на конфликте этих двух точек зрения, где-то там что-то близкое к истине, которое так любит и провозглашает везде. Фура Мазда, что-то это похоже на истинное происходит. На этом мое слово завершается, передаю его вам. Да, я тоже очень кратко скажу, только я скорректирую, ваше слово занесло песками, поскольку здесь скорее забвение предыдущих линий власти, да, тут я согласен, но мир ислама, как мы знаем, вобрал в себя все достижения этой культуры и расцвет и персидской литературы, персидской культуры и религиозных различных движений, он был налицо. Но я еще раз подчеркну, что сегодня мы живем во времена переосмысления. В принципе, мы начинали Одиссею с того, что у нас существует много черных легенд и искаженных образов. Египта, Месопотамии, Персии. Негативный образ Персии, как воплощение Азии. Вот что такое Персия? Персия – это Азия. А что такое Азия? Это жесткая тоталитарная система, где нет цивилизации, нет культуры, есть сплошное угнетение. И вот силы добра греки, которых мало, но которые носители светлой европейской культуры, противостоят этому чудовищу, этому монстру. Наш сегодняшний рассказ, я надеюсь, помог посмотреть на Персию с другой стороны. Что это первая сложная большая система, прообраз будущих мировых систем. В этой системе выстроились, были созданы и получили развитие все основные формы цивилизации. И если смотреть из Персии в Грецию, то можно плюс поменять на минус. С точки зрения персов, это незаметные, слабые и не цивилизованные территории. К тому же, поскольку они изменяют данному слову, это служители тьмы, и так и начинались греко-персидские войны, как наказание за ложь. Ложь афинян в договоре с Персией. И я думаю, что этот наш рассказ очень ярко показал, особенно подобранной иллюстрацией, сколько, как много Персия, древняя Великая Персия, дала в будущем человечеству. Это и торговые пути, это и логистика, это и проблема администрирования. Администрирование, скажем так, больших территорий. И здесь от Персии до современной мира системы один шаг, потому что именно тогда закладывалось ответ на вопрос, как же это построить. И Владимир очень верно указал на негативный момент. Это была первая попытка, но попытка неудачная, поскольку вот эта система просуществовала не более двух столетий. Для современного понимания достаточно много. Но исходя из, конечно, истории Рима, средневековых систем и так далее, это достаточно мало, 200-230 лет. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении, и следующий шаг наш будет как раз, как эта система переформатировалась под влиянием, как раз вот слияния различных культур, эллинской и, скажем, восточной. Потому что мы находим раскопки эллинских городов, театров, вплоть до Афганистана, вплоть до территории Индии. Это очень важно. И я надеюсь, что те, кто посмотрел нашу беседу, посмотрел эти иллюстрации, схемы, самое главное, у нас три принципа. Еще раз, мы не историки. Для нас история – это опыт связывания, выстраивания единого образа. Без этого выстраивания факты не важны. Факты ни о чем не говорят. Если факты брать разрозненно, как событие, это не создает нашего понимания. Чтобы что-то понять, нужно факты встроить в какое-то повествование. Вот сегодня вашему вниманию было представлено повествование того, что такое персин. И как в ней играют те факты, которые грекам казались совершенно другими. Тот же самый факт физически в системе персов и в системе греков приобретал совершенно противоположное значение. От винопития до каких-то ритуалов и так далее. Это вот этот важный момент. Второй момент – это опыт мышления. Нигде так мы не учимся мыслить, как на материале истории. Потому что это реальные события, реальные люди, реальные личности и их достижения. Эти достижения мы можем оценить. Как бы мы высоко о себе сегодня не думали, а современному человеку свойственен грех отождествления себя с современностью, а, следовательно, прогрессивности. Мы видим, что вряд ли современная система может выстраивать такие достижения, какие удавались грекам, римлянам или персам. Сегодня у нас есть одни достижения, но еще вопрос. Та система, которую мы сегодня строим, насколько она будет долговечной. Да, и третье – это целостное знание. Потому что для нас важна не просто история, еще раз, мы не историки, а сопоставление очень многих данных. География, история, философия, культура, экономика, политика. Это все требует своего связывания в этих целостных образах. И поэтому сегодня мы говорили и о философии, и о религии, и о экономике, и о политике, и, конечно, о культуре. Это очень важно. Вот это все вместе, если его не связывать, тогда распадается вся картинка. И, конечно, мы будем говорить о влияниях и о последующих этапах цивилизации. Потому что, начав с древнего человека, начав с первого города, а до этого с первого религиозного сооружения, скажем, культового, мы видим, что эти начала не утрачиваются. Логика цивилизации – это постоянное усвоение и развитие уже найденных каких-то элементов. И вот Персия – это один из этапов, где были найдены еще дополнительные элементы будущего развития цивилизации. Вот мы должны это смотреть так. Выходя из древнего человечества, доисторическое так называемое, мы идем вот по этому, плывем по этому миру, где постоянно открываем, открываем, видим, как связаны друг с другом цивилизации, эпохи, культуры, идеи. Ну вот, мы можем на этом завершить. Может быть, еще Владимир... Хотел добавить только, что нужно очень серьезно разделять технический прогресс и эволюцию культуры, духовности и человеческих, наук, связанных с человеком. Что это одно в другое, оно не идет массивом. То есть то, что мы сегодня живем в мире технологического прогресса, еще не значит, что мы во всех остальных направлениях более прогрессивны, чем наши преды. Мы очень многого можем научиться у прошлых времен, не отвергая это, не клемяя это как дикость или как варварство, а понимая, что признаваясь в том себе, прежде всего, что в каких-то вещах каждая культура превосходит нашу. Каждая культура. В каждой культуре можно найти нечто, что гораздо лучше, чем развито, чем наша культура, несмотря на наши технические прогрессы. Вот эти вещи нужно замечать, учиться. И в конечном итоге, я считаю, что прогресс, он возможен, только если это будет целостный прогресс. Если нечто развивается очень быстро, остальное стагнирует или стоит на месте, то это ведет к уничтожению. Здесь нас возвращает еще раз Крезу и Салону, потому что когда Салон как раз рассказывал Крезу о том, что такое счастливый человек, он делал упор на то, что пока человеческая жизнь не закончена, пока что-то не закончено, непонятно, счастливая она или нет. Потому что самая счастливая жизнь может иметь очень трагический конец. И это все перечеркнет. Или то, что повлечет за собой эта жизнь, будет причиной страданий и зла. Поэтому и наша культура, находясь внутри нее, мы склонны к тому, чтобы видеть только плюсы. Но когда эта культура закончится, я думаю, что увидят очень многие минусы, и нам никто не может помешать эти минусы, попытаться уже сегодня обсудить на основе сравнения с культурами, закончившимися уже, культурами отжившими, культурами чей конец. Минусы для нас уже очевидно не проступают, и технологический прогресс – это часть, которую мы возвели в целое. Это важная часть, но мы ее сделали целым. Но уже совершенно завершая, полностью завершая нашу беседу, сказали очень важную мысль – это опыт понимания. Но если понимать греков, римлян, ну не знаю, французов, британцев, немцев в истории, мы научились американцев, то сегодня благодатная почва для реабилитации тех цивилизаций, которые мы не понимали. Это также очень важно. И вот одна из таких цивилизаций – это Древняя Персия, чтобы дать ей новый шанс на то, чтобы быть понятой и быть встроенной в историю цивилизации. Именно так. Спасибо всем, что нас смотрели. Надеемся, что мы вернемся в ближайшее время, уже продолжим нашу одессею. Спасибо вам, Андрей Олегович. Спасибо, Владимир. До новых встреч. До новых встреч.